Глава одиннадцатая Седьмой дом Погода не то чтобы совсем испортилась, но оставляла желать лучшего. Майкл уже привык, что тут либо стоит нежаркий солнечный день, либо сырепствуют бури, налетающие почти мгновенно и всерьез нальвяще разорвать тебя на часть. Сегодня же на небе были облака, которые постепенно превратились в сплошной серый колпак без швов. Стало чуть прохладно. То и дело налетало легкий, но очень зловещий ветерок. Он дол неровно, но мелкими пульсирующими порывами, словно пытался передать некое послание или предостережение. Тучи не сгущались, но и расходиться, кажется, тоже не собирались. Майкл провел в пути уже почти час. Погода его не тревожила, хотя он и заметил все эти перемены. К следующему дому он шел почти на автопилоте. Он сохранял бдительность и был готов к любым неожиданностям. Однако мысли были полностью поглощены сделанным выбором. Когда Майкл только отошел от Белого дома, у него было отчетливое ощущение, будто он переступил некую духовную черту. Миновал воображаемый пограничный столб. Майкл еще не перестал любоваться мысленными картинками, изображающими его жизнь на земле с Элами и тремя детьми. Все улыбаются. Когда мысли возвращались к этим образом, сердце Майкла переполнялось радостью, но душе становилось легко. Когда же Майкл снова видел перед собой только изверистую дорогу, ведущую к новым неведомым испытаниям, становилось одинокое и сердце сжималось от ощущения невосполнимой утраты. Никто не умер, и все же в сердце осело немного печали. Так он и шел в глубокой задумчивости, не замечая, что окружающий ландшафт изменяется, медленно, но радикально. Когда дорога сделала особенно резкий поворот, Майкл вдруг заметил, что идет по каньону, и с обеих сторон возвышаются крутые стены. Вместо сочной травы, укрывавшей пологие склоны, здесь под ногами была пустынная каменистая почва, на которой лишь изредка были разбросаны валуны и скальные выступы. Чуть вдалеке виднелось одинокое дерево, лишь подчеркивая безжизненность пейзажа. Майкл осознал, что, погруженный в свои мысли, он совершенно не обратил внимания на смену ландшафта. Каньон постепенно сужался, превращаясь в ущелье с высокими отвесными стенами. Из-за этого и еще из-за пасмурной погоны было сумрачно, больше похоже на закатную пору, чем наутро в разгаре. Интуиция подсказывала, что ты не в порядке. В сумраке окружающие предметы вдали виднелись смутно. Это скалы или... Будь бдителен, берегись. Вдруг Майкл осознал, что последний час пребывал словно в каком-то мысленном тумане. Он остановился и сделал несколько глубоких вздохов, очищая сознание. На душе было неспокойно. Что это означает? Доверяя своей интуиции, Майкл осторожно осмотрелся. Он обозрел дорогу позади себя, высматривая темную сущность, которая прежде неотступно преследовала его в пути. Но ничего не обнаружил. Ни единого движения. Серое однообразие последнего часа, вкуп с усталостью и апатии, притупляли внимание. Если не считать унылой погоды непривычного ландшафта, Майкл не замечал ничего необычного или угрожающего. Однако инстинкт велел приготовиться к неожиданностям. Майкл тихо поблагодарил свое шестое чувство, плод повышения вибраций, за отличную работу и достал карту. Возможно, она ему что-нибудь поскажет. Майкл изучил карту. Что-то не так. Вот оно, узкое ущелье, где находится Майкл. Вот местность в непосредственной близости от него. Но что-то не так. Он смотрелся пристальнее. Вот. Метров ста впереди за изгибом дороги было белое пятно. Это необычно. Обычно эта странная, но полезная карта очень подробно отображает местность вокруг точки «ты здесь». Она не позволяет заглянуть далеко в будущее или в прошлое, но все, что находится в непосредственной близости, всегда изображено точно и подробно. А сейчас часть изображения словно вытерли ластиком. Что может обозначать это белое пятно? «Синий, что обозначает белое пятно?» Спросил Майкл вслух. Синий промолчал, зато ответила интуиция. Ответ пришел почти сразу. Майкл вспомнил, что преследующая его тварь всегда держалась вне зоны действия карты. Возможно, она не подходила ближе именно потому, что не хотела выдать себя. Синий говорил, что карта сориентирована на сейчас. Она отображает текущую энергию этого священного путешествия и настроена на определенные вибрации. А за поворотом дороги притаилось нечто, не принадлежащее сейчас. За поворотом скрывается сущность, невидимая для карты, которая настроена на высокочастотные вибрации. Карта не дает никакой информации, поскольку в этой точке находится нечто невибрирующее на том же уровне, что священная земля вокруг. Майкл чувствовал, что его рассуждения верны. Тварь устроила ему засаду. Нужно быть бдительнее. Что бы он делал, если бы новое интуитивное чувство не заставило его насторожиться? Он мягко пожурил бестолкового романтика внутри себя и пробудил внутреннего воина. На это не потребовалось много времени. Майкл ощутил силу и спокойствие, отражающие его намерения. Он пробудил каждую клетку своего тела, предупредив их, что близится какое-то событие, важное событие. «Проснитесь все!» Майкл улыбнулся, обратив внимание, что уже непроизвольно обращается к своей биологической системе во множественном числе. Ему показалось, что он снова услышал смех зеленого. Он скучал по зеленому. Юмор очень помог бы ему сейчас лучше подготовиться. Подготовиться к чему? К битве? Вдруг ему было откровение. Видения и мысли нахлынули волной, обрушив на Майкла колоссальную тяжесть осознания. Он на несколько секунд застыл на месте, а затем слуху высказал свои страхи, обращаясь к тем, кто слушает. «О, Боже! А что, если мне и вправду придется использовать это оружие в бою?» Майкл был потрясен. Тело сковал страх. «Нет, не может быть». «Это же только символы воина света в новой эре! Символы!» Закричал он, обратив Лизу к небу и, крутясь на месте, словно ожидая увидеть своих друзей-ангелов. Притаившихся на выступах отвесных стен этого сумрачного ущелья. Я хавернула ему крик. «Оранжевый! Ты ведь не научил меня драться! Поэтому я думал, что использовать все это железо в настоящем деле не придется!» И... Майкл оборвал себя на полуслове. Он осознал, что кричит. Еще некоторое время Майкл слышал свой голос, отраженный от стен ущелья. В голове промчалась новая вереница мыслей. К Майклу начали возвращаться слова тех, кого он встретил на этом пути. Вспомнились слова Красного, о том, что некоторые испытания могут его напугать. Тогда Майкл подумал, что Красный говорит о пережитой буре. «Теперь стало ясно, что ангел имел в виду предстоящие события, а не прошедшие. Что же ему предстоит?» Майкл вспомнил репликум Белого, когда тот в больничной палате рассказывал о Мэри. «Пусть внешний вид тебя не обманывает, Майкл. Эта женщина – воин света. Она достаточно сильна, ведь ей удалось сразить чудовище». Сразила чудовище? Затем вспомнились слова Белого, когда Майкл уходил из его дома. «Пусть еще не закончился, мой друг». Все эти намеки и предостережения. Неужели грянет битва, настоящая битва, в которой мне придется на самом деле применить меч? Майкл сел на дорогу. Калини подкибались от страха. «Он не воин. Не настоящий воин». «Ангелы, вы меня к этому не подготовили!» Сказал он Серму Неву и за ловещим стенам ущелья. «Я не боец. К чему это все? Настоящие битвы и настоящее оружие – это пережитки старых вибраций. Здесь они неуместны». Было неправдоподобно тихо. Ветер унялся. Гробовая тишина. Затем зазвучали голоса. «За исключением случаев, когда необходимо сразиться со старой энергией», – отчетливо прозвучал голос оранжевого. Майкл резво вскочил на ноги и развернулся на 360 градусов, словно отыскивая взглядом говорящего. «И случаев, когда приходится сражаться с биологией, которая вибрирует на более низком уровне, чем твой». Майкл узнал зеленого. «И случаев, когда противник начисто лишен любви» – дивный умиротворяющий голос белого. «Я не знал!» – запальчиво крикнул Майкл Томас. «Я не настоящий воин белый». «Мэрия тоже не была настоящим воином, Майкл», – спокойно и веско сказал белый. «Со старой энергией приходится работать старыми средствами, Майкл. Только их она и понимает». Прекрасный женский голос фиолетовый. «Оранжевый, научи меня сражаться», – потребовал Майкл у стен ущелья. «Я научил», – ободрительно сказал оранжевый. «Ты готов, Майкл Томас, с чистым намерением?» «Готов». «И что же мне делать?» – выкрикнул Майкл. Тишина. Затем голос синего. «Помни, Майкл Томас, возможно, дела обстоят не так, как кажется». Сейчас эти слова прозвучали, как никогда прежде. В них было предостережение и совет. Совет, который может пригодиться именно теперь. Майкл сопровождал целый экскорт ангелов. «Если тут собрались такие силы, – подумал он, – должно быть, впереди меня ждет что-то по-настоящему страшное». Майкл нервничал. Он знал, что на самом деле не владеет боевыми навыками. А ангелы говорили, что владеет. Придется им поверить. В конце концов, какой у него еще выбор? Ведь он уже здесь, на передовой. Майкл снова оглянулся и иронично покивал головой. «Да, бежать некуда», – подумал он. Тот, кто его поджидает, выбрал удачное место для нападения. Стены слишком крутые, не взберешься. И бежать можно только по узкому туннелю. Очень удобно для преследователя. Все продумано. Но, по крайней мере, Майкл знает, где оно притаилось, и не позволит застать себя врасплох. Чем больше он об этом думал, тем более уверенно себя чувствовал перед лицом грядущего испытания. Кроме всего прочего, Майклу теперь помогают новые вибрации, и он об этом знает. Им начало овладевать ощущение безмятежности. Оно пришло не от ума, но от духа. Майкл почувствовал, что вполне может рассчитывать на свои силы. Хотя он еще и не знает точно, с чем придется столкнуться и как нужно реагировать. «Это все уместно», – думал он. «Просто именно таковы законы этой страны». Майкл хорошо обдумал эту мысль. «Мне будущее неведомо, но каким-то образом все это уже произошло в божьих помыслах. Поэтому разрешение данной ситуации уже существует. Просто мне оно пока неизвестно. Когда наступит время, я по всем узнаю, как это бывало прежде. У меня есть знания и силы. К тому же это моя страна. И в этом еще одно мое преимущество». «Ладно», – сказал он вслух. «Меня трепала буря. Мне оттоптал ногу ангел. Я потерял все свои драгоценные пожитки. Из меня капля за каплей выжили все эмоции. Мою биологическую структуру отключили, а затем включили новую. Мое сердце достали из груди, вывернули наизнанку, изучили и поставили обратно. «Что еще нужно?» «У меня есть инструменты. Я готов». Майкл немного подумал и добавил. «Жаль только, я не умею сражаться». Он вздохнул и посмотрел туда, где его ждало очередное испытание. Майкл решил сделать то, что еще несколько недель назад показалось бы ему глупым и нелепым. Он встал на колени и совершил небольшой ритуал, посвященный предстоящему событию. Прикоснулся к каждому предмету своего боевого обмундирования и вслух назвал его символическое значение. Затем Майкл вспомнил уроки оранжевого по искусству равновесия и немного потренировался. Минут двадцать он провел благодарственные медитации. Майкл поблагодарил судьбу за то, что избран для этой битвы, независимо от того, что ждет его за поворотом. Он вознес хвалу этой стране, восславил сам факт собственного существования и признал свою принадлежность к семье духа. Затем Майкл Томас поднялся на ноги, готовый к битве, насколько он мог быть к ней готовым. Майкл опять зашагал вперед. Он достиг поворота, свернул, и перед ним открылся долгий прямой участок дороги. Отвесные стены и щели превращали дорогу в темный зловещий туннель, неумолимо ведущий человека навстречу судьбе. Майкл знал, что оно ждет его впереди. Это было совершенно отчетливо видно на карте. Вообще-то, в подобной ситуации тело Майкла должно было реагировать шоком, когда страх включает все свои сирены, и человек превращается в ком трясущейся плоти. Ведь на самом деле он всего лишь торговец, а не воин. Готовый к встрече с любой нечистью. Однако Майкл полностью настроился на сражение. Все чувства обострились, и он преисполнился решимости, а не страха. Включились все его новые дары и энергии высоких вибраций. Интуиция работала в полную силу. И с каждым шагом Майкл прислушивался к ней, уверенный, что она не подведет. Ничего. И вдруг движение слева. Майкл резко повернулся и увидел большое дерево метров в тридцати от дороги. Что-то шевелилось? Вот проклятие, такая темнота посреди дня. Или это тоже входит в условия испытания? Почему дух не дал больше света? Снова движение. Майкл заметил. Шевелится что-то, скрытое среди нижних ведвей. «Кто там? А ну, выходи!» Голос Майкла звучал сильно и властно. «Если не выйдешь, то подойду я!» Майкл стоял и ждал. Каждая клетка его тела была на чеку. Из укрытия вышел самый обыкновенный человек и остановился возле дерева. Типичная фермерская одежда. Босой. Он вытянул руки вперед, обратив их открытыми ладонями к Майклу. «Майкл! Пожалуйста, не обижай меня! Я иду к тебе!» Мужчина медленно направился к Майклу. Когда он подошел немного ближе, Майкл узнал эту походку. «Нет, не может быть!» Наконец стало отчетливо видно его лицо, до этого неразличимое в сумраках ущелье. «Папа!» Отец неспешно шел к Майклу и остановился в каких-нибудь двух метрах от него. Майкл готов был поклясться, что ощущает знакомый деревенский запах, исходящий от этого человека. «Да, сынок, это я!» «Пожалуйста, не обижай меня!» Майкл был не так глуп. Он понимал, что это может быть обман. В конце концов, дела не всегда обстоят так, как кажется. Этот мужчина с внешностью отца может оказаться каким-то совсем другим. Собственно, есть достаточно оснований думать именно так. Поэтому Майкл не терял мдительности и был готов к любым фокусам. «Сэр, вы стоите именно там, где я ожидал встретить своего врага. Поэтому пока не подходите ближе!» «Я знаю, Майкл! Враг действительно совсем близко! Тебя одурачили! Злобная тварь поджидает тебя впереди, чтобы отнять душу! Ты совсем запутался! Поверь мне, сынок, поверь!» Однако Майкл не поверил. «Как ты тут оказался?» «Милостью Божией я пришел остановить тебя, пока не поздно! Мне позволили ненадолго спуститься с небес, чтобы предостеречь сына! Я ждал тебя много дней, зная, что однажды ты придешь сюда! Если ты пойдешь дальше, то будешь сражен зверем! Многие пытались пройти здесь, но все они погибли! Это злая страна! Тебя обманули!» Майкл не верил, что перед ним отец. Слишком уж удобный образ, чтобы притупить его бдительность. «Прости меня, пожалуйста, папа, но мне нужны доказательства!» «Как меня дразнили в детстве!» «Майки Хлюпик!» Сразу же ответил мужчина. Майкл поморщился. Ему до сих пор было неприятно вспоминать это прозвище. «Что произошло в амбаре мистера Коннелла в 1964 году?» «Роскошный пир в честь рождения двойняшек. Их назвали Сара и Хелен». Майкл пристально изучал стоявшего перед ним человека. Голос и тело в точности, как у отца. Майкл задавал все новые и новые вопросы о своем детстве. Школа, друзья, одежда, события. Почти полчаса отец точно и уверенно отвечал на все вопросы. Майкл понемногу начал расслабляться. «Да, этот человек знает все. Он знал Майкла в детстве. Никакая злая сущность не смогла бы запомнить все эти вещи, известные только Майклу». Интуиция все еще била тревогу, но Майкл уже уверился, что видит перед собой отца. Мужчина начал обильно потеть. «Папа, что происходит? Я ничего не понимаю». «Ах, Майкл, я так тебя люблю. Мне так тебя жаль. Сейчас ты лежишь в больничной палате с серьезным переломом шеи. Ты ведь помнишь, что произошло в твоей квартире? Я уверен, что помнишь. Так вот, с тех пор ты не приходил в сознание. И есть основания думать, что из этого коматозного состояния не выпускает тебя сам дьявол. Все это», – отец описал рукой жирокую дугу, как бы охватывая окружающий ландшафт, «вымышленная страна, фальшивка. Это все совершенно нереально. Все, что ты видел, все эти красиво раскрашенные сказочные дома, всего лишь уловка, чтобы завладеть твоей душой». Мужчина дышал тяжело, как астматик. «Папа, с тобой все в порядке?» «Да, сынок, но я больше не могу. Здесь царит зло, а я пришел к тебе из райского места. Эти энергии несовместимы». «Вот и мне так говорили», – заметил Майкл. «Майки, пойдем со мной. Там под деревом есть врата в рай. Я могу отвезти тебя обратно. На земле ты выйдешь из комы и придешь в сознание. Твоя жизнь и душа будут спасены. Пойдем, пойдем со мной». Мужчина слабел с каждой секундой. И Майклу даже показалось, что на миг его очертания расплылись. Майкл пребывал в нерешительности. Он знал правду. Каждая клетка тела посказывала ему правду. Но с другой стороны, был его отец с очень правдоподобной историей. А что, если эта страна и вправду фальшивка? Нет, не фальшивка. Его душа знала это точно. Майкл решил устроить еще одну проверку. Как же его зовут? Он ведь запомнил это имя. Вспомнив имя, Майкл немежко и произнес его. «Анниху». Они пристально смотрели друг другу в глаза. «Что ты сказал, сынок?» «Анниху», – еще раз сказал Майкл, медленно отступая назад. «Ты выучил здесь какое-то сказочное слово, да, малыш?» Мужчина явно нервничал. Его одежда насквозь промокла от пота. Майкл застыл. По спине побежали мурашки. Отец никогда не называл его малышом. Майкл внутренне подобрался. Час пробил. Он почувствовал, как начало вибрировать его волшебное оружие. Щит покачивался на своей застежке, словно пытаясь освободиться. Майкл дал ответ. «Нет, сэр. Анниху, это небесное имя моего отца. Неужели вы не знали?» Оба застыли, глядя друг другу в глаза. Казалось, это противостояние взглядов длилось вечно, хотя прошло всего несколько секунд. Затея сорвалась. Обман раскрылся. К тому же у него уже не было сил поддерживать эту иллюзию. Оно решило вступить в открытое сражение. «Довольно!» – громогласно гаркнул фермер, словно у него было десять уложенных глоток, и начал изменять форму. Потный мужчина постепенно превращался в огромное страшное мерзительное чудище. Майкл отступил на несколько шагов и приготовился к бою. Оно было не меньше пяти метров ростом. Красные глаза внушали ужас. Пятнистая бородавчатая и грязно-зеленая шкура выглядела так, словно оно не мыло сотни лет. Непропорционально длинные руки заканчивались огромными, как лопаты, ладонями с грязными когтистыми пальцами. И что за смрад? Нелепый образ довершался короткими ногами. Но Майкл уже знал, как резво оно умеет двигаться. Он не раз убеждался в его проворстве, когда, оборачиваясь, видел позади метнувшуюся в сторону тень. Сейчас расстояние между ними составляло метров шесть, и Майкл пока не собирался его сокращать. Тварь вызывала у Майкла отвращение. Ни человек и ни зверь. Оно выглядело совершенно неестественно и не принадлежало ни к одному из известных Майклу измерений. Просто невероятный смрад. Огромная лысая голова. Необычайно подвижное лицо курчило рожи. Одна другой страшнее. Открывая пасть, оно обнажало острые, как бритвы, зубы. Когда пасть закрывалась, на месте страшного провала не было видно ничего, кроме отвратительных бородавок и складок кожи. Бесформенный нос, очевидно, ничего не чувствовал, иначе оно просто задохнулось бы от собственной вони. Эта тварь воплощала в себе все отвратительное и мерзительное, что только может представить себе человеческое воображение. Что это? Реальность или иллюзия? Майкл не знал. Во всяком случае, оно в полной мере воплощало в себе старую энергию. Оно представляло собой полную противоположность любви и покоя. И от него исходил смрад смерти. Его осознание было переполнено непостижимой злостью и ненавистью. Оно смотрело на Майкла с величайшим презрением, словно на козявку, которую можно раздавить каблуком без малейшего раскаяния. Тварью двигало глубочайшее отвращение к миру Майкла. И вот сейчас оно сфокусировало все это отвращение в единый луч ярости и направило его прямо на Майкла. Майкл едва заставил себя не отвести от него взгляд. Тварь вызывала мерзение и отвращение. Майкл явственно ощущал ненависть, которую оно излучало. Но затем он понял, что именно такой реакции ждет от него чудище. И подавил подступающую горло тошноту. «Все не так, как кажется», — напомнил себе Майкл. Вдруг он осознал, что оно действует на показ. Специально строит из себя адского монстра, чтобы внушить страх. Тело Майкла инстинктивно отреагировало на ситуацию. Его новое высоковибрационное существо пришло в полную боевую готовность. Словно опытный воин, прошедший через бесчисленные битвы, Майкл был готов к любому движению со стороны противостоящего ему зеленокожего ужаса. Тело Майкла переполнилось бурлящей жизненной энергией. Однако он не двигался с места. Меч начал вибрировать. Это было отчетливо слышно. Оружие тихонечко пело ноту фа. И все же Майкл ничего не предпринимал. В нем разыгралось любопытство. Хотелось узнать побольше. Теперь настала его очередь прибегнуть к обману. «Ай, какой огромный!» — воскликнул Майкл, притворяясь испуганным. Он съежился, приподнял руки, словно защищая лицо. Его голос очень убедительно дрожал. «Самое настоящее чудовище! Ты пришел забрать мою душу?» Бородавчатые складки кожи раступились, открывая провал пасти. Майкл впервые услышал его голос. «Слабак!» — злорадно проревела тварь. «Так я и знал». Голос был низкий и зловещий. Оно напомнило Майклу персонажей какого-нибудь низкопробного фильма ужасов. «Пощади, я сделаю все, что скажешь!» — пропищал Майкл. «Нужно идти к дереву, там дверь!» Майкл почувствовал, как меч заколотился в ножнах. Оставалось только надеяться, что тварь не услышит лязга. «Не говори глупостей! Я пришел убить тебя!» Казалось, что тварь стала еще больше, если такое только возможно. Майкл осознал, что, скорее всего, оно может приобретать любые размеры. «Кто ты?» — закричал Майкл. Он боялся, что притворяется слишком неуклюже. Но тварь принимала все за чистую монету. У него было непомерно раздутое эго. «Я часть тебя, Майки Хлюпик!» «Я и есть настоящий Майкл Томас!» — бахвалилась тварь. «Я — сильнейшая часть!» «Смотри на меня!» «Во мне вся твоя сила!» «Я — сердцевина твоего интеллекта и основа рассудка!» «Приняв внешность твоего отца, я просто маскировался!» «Но слова мои были правдивыми, парень!» «Ты и вправду лежишь в больнице без сознания!» «Я пришел, чтобы забрать тебя из этой призрачной страны, населенной всякими смехотворными добрыми волшебниками!» «Ты должен вернуться в реальность!» «А для того, чтобы вытащить тебя отсюда, придется уничтожить этот нелепый колдовской дух, в который ты превратился!» Майкл осознал, что слова мерзкой твари в какой-то мере правдивы. Оно действительно представляет собой часть Майкла, причем именно ту часть, от которой он хотел бы навсегда избавиться, старую и уродливую. Майкл всегда знал об этой части себя, но надеялся, что окружающий ее не видит. Он постарался еще немного скукожиться и сжаться. «Не переусердствуй», — посоветовал внутренний голос. «Неужели обязательно меня убивать?» Меч неистово колотился в ножнах, но Майкл понял, что этот звук только усиливает иллюзию, будто он дрожит от страха. «Образно говоря, да. Погибнув здесь, в этой стране, без просветной дурости, ты перестанешь себя обманывать и вернешься в реальный мир. Когда ты вышел в ворота, я понял, что ты безнадежно глуп. К счастью, мне удалось проскользнуть следом. С тех пор я постоянно стараюсь вернуть тебя к реальности». Тварь двинулась на Майкла. «Неужели я такой плохой?» «Похоже, я его разговаривал», — подумал Майкл. «Дрожи, мой меч», — мысленно приказал он своему оружию. «Помоги мне провести его». «Воспользовавшись твоей физической немощью, они заманили тебя в ловушку, а ты поверил в их нелепую болтовню. Здесь все нереально, парень. Ты настолько увяз в иллюзии, что мне придется полностью уничтожить эту часть тебя, чтобы спасти ума душу. Мне отвратительно все, что ты здесь обрел». Майкл понял, что нужно спешить. «Прежде чем убить меня, не можешь ли ты доказать, что говоришь правду? Если ты представляешь логику и интеллект, то помоги мне найти логическое обоснование твоих собственных слов». Майкл понимал, что мерзкая тварь не намерена надолго откладывать расправу. Но он подумал, что может выиграть еще немного времени, сыграв на эго-чудовище. Майкл постарался еще чуть-чуть съежиться и старательно задрожал. Меч добавил образа убедительности. «Конечно, я могу доказать тебе все это логически». Оно было уверено, что контролирует ситуацию и вот-вот сотрет сказочную страну новой эры с лица земли. Оно ненавидело эту выдуманную страну. Оно олицетворяет реальный мир, где нет места таким слабакам, как Майкл Томас. Оно придерживается логичной и прагматичной системы верований, опирающейся на опыт и на авторитет историков и ученых. Тварь встала в полный рост и провозгласила. «Тот, кто прав, обладает абсолютным могуществом. Логика и рассудок представляют истину. Именно поэтому я могу существовать в этом бесплотном мире. Потому что я есть истина. Ничто тут не властно надо мной». Оно зарычало. От этого рыка у Майкла чуть не лопнули барабанные перепонки. Трава вокруг пригнулась и потемнела, обретя цвет отвратительной кожей чудища. «Вот как?» – спросил Майкл, ухмыляясь. Он перестал прикидываться, выпрямился, расправил плечи и крикнул. «Тогда перейдем непосредственно к доказательствам». Майкл никогда не думал, что может двигаться настолько быстро. С ловкостью и проворством настоящего воина, который он приобрел в доме оранжевого, Майкл в мгновение оков забрался на скалу двухметровой высоты метров четырех от чудища. Теперь у него было даже некоторое преимущество перед монстром. Меч буквально выпрыгнул из ножен и уверенно лег рукояткой в ладонь Майкла, издавая богатый аккорд в тональности «фа». Это был грозный аккорд, исполненный силой и надеждой. Майкл держал меч в вытянутой руке, однако направив его не на чудовище, а в небеса. И еще Майкл обнаружил, что в его левой руке оказался щит. Каким-то образом он вскочил Майклу в руку во время молниеносного подъема на скалу и теперь был обращен к зверю своим серебристым чеканным лицом. Воин Майкл Томас был готов к бою. Сказать, что тварь была изумлена, значит ничего не сказать. Оно проанализировало ситуацию. Легкомысленная и боязливая жертва вдруг начинает угрожать ему и вообще ведет себя как-то неожиданно. Неужели парень собирается драться? Как глупо. Оно расплющит этого сопляка, как надоедливую мошку. Это будет настолько легко, что даже скучно. Майкл оказался слишком близко. Ему пришлось немного отступить, чтобы хорошенько разогнаться. Оно отошло, сжало свои огромные ладони в кулаки и приготовилось к нападению. Когда тварь изготовилась к бою, Майкл звонко воскликнул. Вот меч истины. Пусть он определит, в чьих руках сила. Не дожидаясь, когда Майкл закончит, зверь бросился на него. Майклу казалось, что на него на полной скорости надвигается океанский лайнер. Все, что он мог, это заставить себя не закрыть глаза. В этот миг с остриями час сорвался невероятно яркий луч света и с огромной силой ударил в чудище. Этот луч не остановил его, но только пошатнул. Несмотря на то, что мерзкое существо утратило равновесие, оно все-таки сумело нанести удар по противнику. Майкл рефлекторно поднял щит, хотя был уверен, что могучий враг одним ударом превратит его вместе со всем вооружением в мокрое место. Но меч и доспехи снова сделали то же самое, что и во время бури. Правда, в тот раз Майкл Томас даже не заметил этого. Доспехи окружили Майкла сферой защитного света. Щит же выпустил в руку чудовищу целую очередь огненных дротиков. От Майкла во все стороны расходились лучи ослепительного света. От столкновений материи с антиматерией в воздухе запахло озоном. Смертоносный кулак чудовища, натолкнувшись на барьеры света, отлетел в сторону. Сила защитного свечения казалась настолько велика, что оно подлетело в воздух и грохнулось на спину чуть поодаль. Майкл же остался совершенно невредимым и, как ни в чем не бывало, стоял на своем месте. Ах, как прекрасен был этот свет! Майкл Томас в который раз изумелся своим дарам. Они безупречно сработали в минуту смертельной опасности и отразили атаку грозного врага. Майкл заметил, что хотя ему самому дивный свет оружия приятен, оно вынуждено прикрывать глаза рукой от этого яркого сияния. Свет сражался на стороне Майкла. Тварь, чьи глаза привыкли к сумраку пасмурного дня, не могла приспособиться к свету оружия. Майкл улыбнулся, осознав, что даже эта неприятная погода сослужила ему добрую службу. Воистину он находится на своей земле. Он вспомнил кое-что из рассказов оранжевого и уверенно заговорил, обращаясь к чудищу. «Счет знания раздражает тебя, мой мерзкий зеленый враг. Тьма не может существовать там, где есть знания. Секреты не выдерживают света, а там, где открывается истина, обязательно рождается свет». Услышав эти слова, оно вскочило на ноги и снова решимостью бросилось на своего недруга. Майкл не думал, что в этот раз сумеет остановить чудовище. Кулак – это одно дело, а вся туша совсем другое. Майкл ждал до последней секунды, а затем прыгнул со скалы вниз, навстречу приближающемуся монстру. Майкл вновь бросился в атаку, вместо того, чтобы отступить. И вновь создал своими действиями неожиданную ситуацию. Майкл оказался слишком близко, а неповоротливое чудовище настроилось на дальний бой. Размер и вес зверя в такой ситуации играли против него же. Майкл проскользнул между непропорционально коротких, но всё же огромных ног великана. Пробегая под тварью, Майкл сделал выпад рукой вверх. Меч с яркой вспышкой вонзился с зверю прямо в промежность. Вдобавок, Майкл изо всех сил ударил щитом по ноге чудовище. И зелёная конечность не устояла на месте, отброшенной волшебной силой. Так отталкиваются друг от друга противоположные полюса магнита. Там, где щит соприкоснулся с зелёной кожей, произошла слепительная вспышка и чудище утратило равновесие. Оно в ужасе метнулось прочь от яркого света и высоко подпрыгнуло. Поджав ноги, оно пару раз перевернулось в воздухе, словно ныряльщик, совершающий двойной кувырок. Затем тварь тяжело грохнулась в озим и забилась в страшных конвульсиях. Оно корчилось и отчаянно выло, не столько от боли, сколько от злобы. Раненная нога дымилась и с поражённой мечом промежности всё ещё сыпались искры. «Ну вот, не будет у тебя маленьких зелёных страшил», пошутил Майкл с покойным презрительным тоном. Он направился к огромному отвратительному монстру. Держа меч на готове, Майкл медленно и осторожно приближался к распростёртой на земле мерзостной твари. Майкл остановился там, где чудище не могло бы дотянуться до него. «Ну что, на чьей стороне истина? Кто оказался сильнее?» «Сдавайся!» «Я скорее умру!» прорычала гнусная тварь. Слова еле угадывались в хриплом стоне. «Да будет так», бесстрашно провозгласил Майкл Томас, стараясь не морщиться от нестерпимого смрада. Однако, смердящая тварь ещё не погибла. Оно не было духовной сущностью. Подобно самому Майклу, оно было биологическим существом, чужаком в этой дивной стране разноцветных ангелов и изгрящихся мечей. Оно мучилось и истекало кровью. Майклу было страшно смотреть на жестокие раны, нанесённые волшебным мечом в последней схватке. Майкл поморщился. Чёрная липкая жидкость хлистала из ужасной раны, заливая без того отвратительную кожу твари. Скорее всего, его ноги были залиты чёрной кровью. Майкл подумал, что должно быть тварь испытывает нестерпимую боль. Однако, оно снова поднялось на ноги. Оно стояло в полный рост, чуть покачиваясь. От яркого света его глаза сощурились, превратившись в узкие щёлочки. Майкл знал, что одержал победу. Убийство было чуждо Майклу. Он никогда никого не убивал в своей жизни. Даже живя на ферме, отказывался резать кур. Но сейчас он понимал, что это убийство носит символический характер. К тому же, мерзкая тварь на самом деле не умрёт. Она просто потерпит окончательное и болезненное поражение. Поле боя выглядело эффектно, как на картинке. Месть, щит и доспехи всё ещё чуть светились после предыдущей атаки. Сдымящегося тела зверя, поднявшегося для последнего броска, до сих пор сыпались искры. Теперь доспехи Майкла тоже присоединились к победной песне. В свете истины, мудрости и знания огромное злое чудище отбрасывало на землю чётко очерченные тени. Раненое, оно чуть покачивалось, готовое чайно броситься на Майкла и пасть жертвы его небольшого, но могущественного оружия. Они были, как Давид и Голиаф, и представляли собой весьма сюрреалистическое зрелище на фоне стен узкого ущелья, откуда не сбежать. Два совершенно несоразмерных воина стояли в десяти метрах друг от друга, и ни один не собирался уступать. Первым навстречу врагу двинулся Майкл. Майкл был проворен, а раненое чудище неповоротливо. Воин сосредоточился на его уязвимых местах и снова пустил в ход испепеляющий свет своего меча и силу чудесного щита. Мостер не успевал реагировать. В отчаянных попытках отогнать противника тварь начала беспорядочно размахивать руками, чем причиняла только дополнительный вред себе, натыкаясь на непобедимое духовное оружие света и истинные знания. Живописное зрелище. Яркий фейерверк, сопровождаемый дивным концертом. Мелодичные звуки духовного оружия складывались в дивную песнь победы. Оранжевый никогда не говорил, что это оружие умеет петь. Финальная схватка завершилась менее чем за минуту. Энергия оружия быстро повергла великана. Его огромная тошнотворная туша распласталась у ног Майкла, подрагивающей кучей гнилостной плоти. Майкл едва не задыхался от смрада его крови, текущей из множества ран. Внезапно оружие прекратило свою песнь, а распростертая на земле тлеющая зеленая тварь начала терять очертания. «Я не уйду, Майкл Томас. Мы еще встретимся!» проревело оно, прежде чем растаять в воздухе. «Я знаю», — ответил Майкл, глядя в красные глаза отвратительного гиганта. Он понимал, что смерть злого духа носит символический характер. Но знал он и то, что эта битва была совершенно реальной. Майкл содрогнулся от мысли, что результат мог бы быть противоположным, и тогда Майкл лежал бы на земле, поверженный и покалеченный. Если бы не чудесное духовное оружие, именно он сейчас таял бы в воздухе, словно призрак. Майкл был рад, что все закончилось. Он бережно опустил свой чудесный меч в ножны, но вначале поблагодарил его вслух. Поблагодарил он и щит, прежде чем повесить его на доспехе. Он обнял свои доспехи, восславляя и их участие в битве. И тут произошло то, чего он никак не ожидал. Все три дара начали исчезать. Они таяли в воздухе точно так же, как чудище. «Нет», — закричал Майкл, «Вы мне нужны! Пожалуйста!» Оружие слилось с биологической структурой Майкла Томаса. Такое слияние стало возможно благодаря намерению, которое нашло символическое отражение в проведенной Майклом церемонии и благодаря только что свершившейся победе на чудовищем. Майкл испугался. Он громко кричал, требуя объяснений. «А что теперь? Куда делось оружие?» Майкл Томас с чистым намерением. «Все дивные дары остались при тебе. Просто отныне ты носишь их внутри», — утешил его оранжевый. «Ведь именно оранжевый некогда преподнес Майклу все эти дары. Ты заслужил право слиться с ними. Теперь эти дары стали частью тебя и отныне будут присутствовать в твоих клетках». Майкл уселся на камень. «А следующий битва?» спросил он. «Ты снова выйдешь из нее победителем, Майкл, но только в руках у тебя не будет зримого оружия. Истина теперь живет внутри тебя, точно так же, как знание и мудрость. И ни один зверь не в силах отнять их». Майкл обдумал слова оранжевого и спросил у другого ангела. «Зеленый, я опять осуществил сдвиг?» «Да, Майкл, слившись с дарами, ты обрел завершенность. Теперь тебе осталось встретить только одного из нас. Голос Зеленого действовал на Майкла успокаивающе. «И кто это будет?» Майкл хотел знать уже сейчас, не дожидаясь, пока доберется до следующего дома. «Величайший из всех ангелов, Майкл!» «Ты сам увидишь», ответил Зеленый. Майкл встал с камня. Он никак не мог прийти в себя. «Все произошло слишком быстро. Встреча с тварью в облике отца, осознание того, что придется сражаться по-настоящему, победа над чудовищем, исчезновение даров, к которым он так привык». Он снова сел и стал перебирать в памяти события последних двадцати минут. «Белый! А кем на самом деле был тот зверь?» Майкл спросил именно Белого, поскольку чувствовал, что этот ангел даст самый просветляющий ответ. И Белый его не разочаровал. «И это та часть тебя, где нет любви, Майкл. Это человеческая часть твоего существа, которые присутствуют всегда. И тебе еще не раз придется иметь с ней дело. Если ее не обуздать, эта лишенная любви часть человеческой природы порождает тьму». Услышав дивный голос Белого, Майкл сразу же почувствовал себя легко. «Эта тварь вернется, Белый!» «Пока ты остаешься человеком, она непрестанно маячит где-то сзади, в любой момент готовая к броску», ответил Белый. «Но любовь не позволяет ей набраться сил». Майкл задумался. «Мне осталось пройти только один урок здесь», подумал он. «А затем я перестану быть человеком». Майклу не терпелось поскорее открыть дверь домой. Именно эта волшебная дверь была его конечной целью. Он задумался о том, что она ему сулит. Жизнь, исполненную любви и безмятежности. Жизнь, не владающую духовным смыслом. Вдруг Майкл заметил, что небо совершенно прояснилось. Он оглянулся. Пули боя была омыта теплым светом солнца. Майкл увидел следы огня на камнях, отголоски соприкосновения оружия с плотью монстра. Он прикоснулся к пояснице, где еще недавно висел меч, затем к груди, где прежде были доспехи. Ему не хватало их. Но Майкл знал, что ангелы сказали правду. Он не чувствовал себя беззащитным. Отныне Майкл носил все эти силы в себе. Он стал могучим воином любви, совсем как Мэри. Вспомнив эту сильную женщину, он улыбнулся и мысленно поблагодарил белого заведения. Затем Майкл снова прикоснулся к груди и осознал, что карта тоже исчезла. «Карта!» расстроенно вскричал Майкл. «Она тоже внутри тебя, Майкл!» сказал Синий. «Интуиция будет служить тебе не хуже». Майкл чувствовал себя как голый. «Ничего страшного», подумал. «Все равно мне недолго осталось быть человеком. Когда я зайду на небеса и вернусь домой, все эти дары не будут мне нужны. Остался всего один дом». Ущелье закончилось довольно скоро. И по мере того, как его скалистые стены расступались, перед Майклом Томасом открывался изумительный вид. Чем ближе он подходил к выходу из узкого ущелья, тем шире расстилалась перед его взором безмятежная равнина. А еще над выходом заиграла радуга. Она ярко сияла на фоне чистого голубого неба этой волшебной страны, обозначая конец ущелья и символизируя завершение путешествия. Зачарованный величественным зрелищем радуги, Майкл лишь изредка опускал взгляд, чтобы посмотреть, куда он идет. И тут он понял, из чего состоит эта радуга. Шесть друзей встали над ним сияющей разноцветной дугой. Величественные и гордые, ангелы взялись за руки и вознеслись в небо радугой, чтобы восславить человека, которого они называют Майкл Томас с чистым намерением. Он прошел под ними, мысленно называя их цвета и произнося слова благодарности каждому ангелу. Вот синий, который подарил ему карту и указал, в какую сторону идти. Вот оранжевый, который преподнес дивные дары, сразившие чудовище. Вот зеленый, друг весельчак, который рассказал Майклу о биологии, наступил ему на ногу и провел через опыт первого увеличения вибраций. Вот похожая на маму фиолетовая, которая напомнила ему все уроки земной жизни и объяснила, какую он несет за них ответственность. Вот красный, поедатель человеческой пищи, который познакомил Майкла с его духовной семьей. Вот исполненный любви белый, воплощение чистоты. Он рассказал Майклу о настоящей любви, показав ему женщину необычайной силы. И еще в доме белого Майкл познал подлинные страдания, узнав, от чего ему приходится отказаться. Майкл знал, этим жестом ангелы празднуют его победу. Ибо следующий дом последний, и Майкл больше никогда не вернется в их страну. Его обучение почти закончилось. Он учился хорошо, прошел через великие испытания. Собственноручно победил зверя. Майкл понимал, что они прощаются с ним. «Благодарю вас, друзья мои!» крикнул Майкл. Величественные цвета постепенно растворились, оставив после себя совершенно чистое небо. Далеко идти не пришлось. Очень скоро вдали показался седьмой дом, и он отличался от других. Это был не деревенский домик. Это был огромнейший особняк. Приблизившись, Майкл увидел, что необычен не только размер. Если издали дом казался коричневым, то теперь стало ясно, что он золотой. По мере приближения к дому, Майкл понял, что издали недооценил его размеры. То, что казалось просто крупным особняком, оказалось гигантским многоэтажным дворцом. И очевидно, он не просто был выкрашен золотистой краской, но сделан из чистого золота. Вокруг дома был разбит роскошный полисадник с ручейками и фонтанами, где журчали струи кристально чистой воды, рассыпая радужные брызги. Везде росли изумительные цветы самых разных видов, и они были высажены так, что составляли дивные узоры. Дорожка вела к входной двери. У Майкла перехватило дыхание. Там внутри его ждет цель путешествия. «Это не просто дом, но врата, вход на небеса. И эта дверь домой». Майкл свернул с дороги и неспешно пошел по длинной зверистой тропинке к золотому дворцу. Он заметил, что волнуется, дыхание участилось. А вот, наконец, и дверь. Огромная, искусно украшенная, все из чистого золота. Майкл даже усомнился, сможет ли он открыть такую массивную дверь. Он наклонился, снял туфли и поставил их на специально отведенное место. Подождал. Подумалось, что больше он свои туфли не увидит никогда. Ангел не выходил. Он задумался, позволить ли я самому открыть массивную дверь и войти внутрь. Затем, вспомнив, как Белый объяснял, что он просто не может выйти за пределы своего дома, Майкл решился. Он потянул за ручку. Невероятных размеров золотая дверь отворилась на удивление легко. Он ступил за порог и застыл в изумлении. Все из золота. Стены, колонны, пол. А как искусно все украшено. Просто дух захватывает. И здесь тоже пахло цветами. Запах сиренища катал ноздри, переполняя сердце любовью. Воистину изумительное священное место. Тут Майкл рассмеялся. Вот так штука. Если другие дома были маленькими снаружи и огромными внутри, то этот снаружи был огромным, а внутри хоть не маленьким, но и не очень большим. В других домах был лабиринт из коридоров и комнат. Здесь же идти можно было только в одном направлении. И никаких тебе поворотов и разветвлений. Очень простой путь. Анфилада залов и коридоров. Да, эти помещения элегантны, роскошны, изысканно разукрашены, но путь через них прост. Никаких вспомогательных комнат, жилых апартаментов, поворотов, тупиков. Ничего похожего на предыдущие дома. И еще здесь его переполняло какое-то чувство. Медленно идя через залы, Майкл пытался разобраться, что он чувствует. Да, он понял. Такое же чувство испытываешь, входя в храм. Благо говения. Этот дом исполнен необычайного величия, словно Майкл попал в святилище. Майкл не знал, что делать дальше. Ангел все не появлялся. Такое случилось впервые. Впервые Майкл вошел в дом, и его никто не встретил. Казалось бы, после жестокой схватки, после всех треволнений, Майкл должен быть голоден, но есть не хотелось. Он был слишком взволнован. Наконец, он достиг двери, которая отличалась от остальных. На ней было выгравировано слово. Тот же самый шрифт, похожий на ирабскую вязь, которую он видел в доме карт и на плакате в доме фиолетовый. Майкл понял, что на двери написано имя великого ангела, обитающего здесь. Он открыл дверь и вошел. Майкл Томас никогда не забудет то, что увидел там. Он оказался в огромном, величественном и прекрасном помещении. Судя по всему, это был зал для богослужений. По всему периметру стен шли витражи, как в соборе. Витражи превращали солнечный свет в радужные струи, которые проливались на золотой пол и расплескивались на нем переливчатыми узорами. Устремив взгляд вверх, Майкл увидел только золотую бесконечность. Дверь, куда он только что вошел, была единственным входом в этот круглый зал. По залу клубился золотой туман, отчего Майклу показалось, что он стоит на рассвете у пруда, вдыхая утреннюю свежесть. Туман играл со светом в дивные игры. Всякий раз, когда туман наплывал на радужное озерцо света, красочные пятна на полу как бы впитывались в туман, превращаясь в радугу, полный спектр цветов. Осознав, что он от восхищения затаил дыхание, Майкл заставил себя дышать нормально. Скоро он понял, что освещение, декор и архитектурное решение все направлено на то, чтобы сосредоточить внимание на центр святилища. По краям зала были лестницы, но они вели на балконы, обращенные тоже к центру. Майкл внимательнее осмотрел комнату. Посредине зала золотой туман был особенно плотным, и в нем несомненно что-то скрывалось. Майкл зашагал вперед, ясно осознавая, что приближается к цели своего путешествия. Идя к центру туманного облака, Майкл осознал, что святилища намного больше, чем ему казалось. Все внутреннее убранство было направлено на то, чтобы обмануть пространственное восприятие человеческого глаза. Путь к центру зала занял намного больше времени, чем предполагал Майкл. И вот когда до центра оставались считанные метры, Майкл остановился. Что это? За завесой тумана скрывалось что-то плотное. Еще одно настроение. Майкл сделал еще несколько шагов и вдруг испытал необычайный прилив энергии. Неожиданно для себя Майкл преклонил к овене. Им овладело ощущение священного трепета и благоковения. Это было настолько сильно, что он просто не мог не встать на колени. Он затаил дыхание и опустил взгляд долу, словно выполняя какой-то неписанный ритуал. Его тело начало дрожать, пронизанное интенсивными вибрациями, которые могли знаменовать только присутствие Бога. Наконец, он приближается к последней двери, ведущей в рай, домой. Может быть, здесь его не встретит ангел? Однако прочие ангелы не раз говорили, что в последнем доме Майкл встретит величайшего из них. Кроме того, Майкл отчетливо ощущал присутствие кого-то великого, присутствие самого Бога. Дышать было трудно. Майкл поднял взгляд и увидел, что туман рассеивается. Не вставая с колен, он выпрямился, чтобы лучше видеть происходящее. Вредеющем тумане показался большой золотой куб. Когда прояснилось еще немного, стало видно, что посреди золотого куба высечен пароход со ступенями, ведущими вверх. Может быть, дверь домой находится там, наверху? Энергетическое присутствие ощущалось все сильнее, и Майкл почувствовал, что недостоин того, чтобы здесь быть. Бывают моменты, когда человек чувствует свое место, и независимо от того, через что пришлось пройти Майклу, он знал, что перед ним находится нечто, несоизмеримо превосходящее его величием и святостью. Он стоял перед дверью на небеса и казался себе жалким, как тряпичная кукла. Майкл был просто парализован могуществом духа и величием Бога. Он знал, что в нескольких шагах находится нечто совершенно недоступное его воображению, нечто, исполненное той величайшей любви и красоты, в которой отражается все мироздание. Майклу не хватало воздуха, но он не опускал голову. Он должен его увидеть. Теперь Майкл был уверен, что обязательно встретит еще одну сущность, величайшую из всех, как говорили ангелы. Должно быть это воистину так. Что за дивное создание может нести в себе такую энергию? Майклу оставалось только надеяться, что он сумеет выдержать энергию вибрации этого ангела достаточно долго, чтобы успеть увидеть его. Даже если Майклу суждено испариться во вспышке небесного многомерного света, он должен его увидеть. Он помнил, что случалось с теми, кто осмеливался прикоснуться к библейскому ковчегу завета. Они просто испарялись, ибо прикосновение к ковчегу все равно, что прикосновение к Богу. Майкл чувствовал, что нечто подобное может произойти сейчас и с ним, если энергия еще усилится. Казалось, все его клетки вот-вот взорвутся, и в то же время они ликовали. Возникло ощущение, что он расширяется изнутри. Майклу стало страшно. Нет, он не боялся за свою жизнь, но боялся, что не сможет увидеть сущность, живущую в последнем доме. А туман между тем рассеивался. Покрытый барельефами золотой куб со ступенями посредине вырисовывался все более отчетливо. Это было подножие трона. Резное, сияющее, безупречно сработанное, золотое, как и все здесь. Казалось, оно светилось священным светом. Должно быть, наверху выседал ангел. Кто он, спрашивал себя, Майкл? Тут он вдруг заметил, что всхлипывает. Его биологическая система едва не рвалась на части от колоссального прилива священной энергии, а сердце лучилось огромной благодарностью. Он просто не в силах был контролировать свои эмоции. Энергия становилась все интенсивнее, и Майкл знал, что по ступеням вот-вот сойдет сущность, которую он ждет с таким нетерпением. Величайший из ангелов спустится из золотого тумана, скрывающего верхнюю часть куба. Он уже идет, Майкл уверен в этом. Возможно, это хранитель дверей, ведущих домой. Тот, кого Майкл хотел встретить все это время. Тот, кто знает все. Майкл совершенно обессилен. Не хотелось, чтобы его видели таким. Хотелось быть сильным, но он не мог даже просто подняться на ноги. Хотелось, чтобы Золотой узнал, что Майкл прошел через все испытания и сразил чудовище, но не было сил даже вымолвить слово. Он чувствовал себя как ребенок, неспособный контролировать свои эмоции. И ему просто не хватало воздуха. Грудь тяжело вздымалась от благодарности и благоговений. Начала болеть голова. Кто же это идет к нему столь могущественный? Что это за сущность, в которой сила Бога представлена столь ярко? Не бойся, Майкл Томас с чистым намерением. Тебя здесь ждали. произнес великий ангел, чье тело стало смутно проявляться в золотом тумане по мере того, как он спускался по ступенькам. И этот голос, знакомый голос, кто же это? Голос, хотя в нем звучала наивысшая святость, был кроток и спокоен. Пусть это сущности выше всех остальных, но их встреча началась очень просто и непритязательно. Ангел постарался успокоить человека. Несмотря на слова ангела, Майкл не мог вымолвить ни слова. Он все еще был слишком растерян, чтобы говорить. Эмоциональное напряжение не спадало. Майкл неотрывно смотрел на ангела. Рук он прижал к груди, словно для того, чтобы сердце не вырвалось наружу, ощутив приближение золотого владыки любви, который только что к нему обратился. Майкл боялся сплоховать, боялся упасть в обморок. В глазах уже начало мутиться. Величественный золотой ангел медленно скользил вниз над резными золотыми ступенями, приближаясь к дрожащему клинопреклоненному Майклу Томасу. Несмотря на благоговейный трепет, Майкл отметил странность этой ситуации. Зачем делать ступени для существа, которым они не нужны? Майкл уже видел всю огромную сияющую фигуру ангела. Однако голова все еще скрывалась в клубах золотого тумана. Ангел остановился, не показывая лица. Он был огромен, намного больше всех ангелов, кого он встречал до сих пор. Золото его одеж сверкало настолько ярко, что складки казались наэлектризованными. И крылья. Майкл так и знал, что у этого ангела должны быть крылья. Они трепетали, словно десять тысяч бабочек, не издавая ни звука. Майкл пока еще не видел голого ангела, но не сомневался, что она окружена сияющим ореолом, ибо не было сомнений, что эта сущность воистину свята. Нельзя сказать, что Майкл привык к этой энергии, но когда ангел остановился, что-то произошло. Майкл понял, что получил дар. Его со всех сторон окутал мягкий белый свет, ласкающий, наполняющий душу умиротворением свет. Майкл облегченно вздохнул. Он не смог бы больше выносить эту божественную энергию. Постепенно его дыхание выровнялось. Он по-прежнему сидел на полу. Омывавший его поток любви превратился в поток безмятежности. И Майкл постепенно обрел равновесие. Прошло минут десять. Ангел стоял неподвижно. Силы вновь вернулись к Майклу, и он понял, что ангел специально защитил его светящейся сферой, внутри которой его вибрации могли существовать, несмотря на близость источника божественных вибраций, каким несомненно являлось это дивно-небесное создание. Наконец он заговорил, не вставая с колен. «Спасибо тебе, великий золотой ангел!» Майкл глубоко вздохнул. «Я не боюсь!» «Я прекрасно знаю твои чувства, Майкл, и ты действительно не боишься!» Ангел по-прежнему не двигался. Майкл пытался вспомнить, откуда он знает этот голос. Он нес себе такую же спокойную энергию, как голос белого и оказывал такое же умиротворяющее воздействие на душу. Голос был громким, он наполнял собой весь зал, и в то же время спокойным. Он точно его где-то слышал, но где? Кажется, это было здесь, в этой волшебной стране, но где именно? Когда Майкл почувствовал, что дар речи к нему вернулся, он спросил тихо и почтительно, «Знаю ли я тебя, о, великий и священный?» «О, да», ответил громадный ангел, чья голова еще скрывалась в тумане, «Мы очень хорошо знакомы». О, что за дивный голос, исполненный необычайной красотой и величия. Майкл не понял слов ангела, но решил пока не торопить события. Чувствовалось, что все происходящее имеет некое ритуальное значение, поэтому лучше просто сидеть в объятиях этой божественной энергии и слушать. Майкл понимал, насколько сильно различаются их вибрации. Ангел снова заговорил, «Наша встреча в этом доме, Майкл Томас, продлится всего несколько минут. Она будет богата откровениями и исполнена глубочайшего смысла. Наши с тобой вибрации различаются настолько сильно, что мы не можем находиться вместе слишком долго. Однако того времени, которое у нас есть, вполне достаточно». «Достаточно для чего?» подумал Майкл. Ангел продолжал, и в этом голосе было столько величия, что, коснувшись уху Майкла и проникнув во все клеточки, он размягчил сами молекулы его тела. «Майкл Томас с чистым намерением. Любишь ли ты Бога?» Клетки Майкла задрожали, готовые к любым действиям. Снова этот вопрос. Майкл кое-что понял, и по спине побежали мурашки. Он думал, что белый последний, кто задает этот вопрос. Однако, как оказалось, ошибся. Вопрос прозвучал снова. «Вот решающий момент», кричали все клетки хором. «Скажи «да», умоляли они. Возможно, ответ, который он даст золотому, послужит пропуском домой. Сейчас этот вопрос звучит в последний раз, и, возможно, этот раз самый важный. Хотелось, чтобы этот миг был исполнен глубины особого значения. Майкл помолчал, стараясь придумать ответ по красной ячеве. Однако, в голове было пусто. Только радость от того, что он оказался в таком дивном месте перед этой божественной сущностью. «Да, люблю». Его голос прозвучал уверенно и чисто. Он не дрожал. Майкл Томас с чистым намерением. Снова донесся дивный голос из тумана, скрывающего голову ангела. «Хочешь ли ты увидеть лицо Бога? Лицо того, кого ты любишь?» Майкл так и застыл потрясенный. «Что это значит? Что ему откроется? Чем все это закончится?» И снова все клетки требовали, чтобы Майкл сказал «Да». Он ответил просто, почти механически. «Да, хочу!» Теперь голос дрожал, и Майкл не сомневался, что ангел это заметил. «Тогда Майкл Томас с чистым намерением», сказал ангел и снова заскользил вниз по ступеням. «Узри лицу Бога, которого любишь», о чем свидетельствовал восемь раз. В ариоле величия к Майклу Томасу приближалось святейшие сущности. Несмотря на защитную сферу, он ощутил, что энергия снова усиливается по мере того, как ангел выходит из золотой дымки и спускается к нему. Парящая над ступенями массивная фигура ангела увлекала вслед за собой клочья густого тумана. Когда он наконец пристал перед Майклом, его лицо все еще оставалось скрыто. Ангел произнес «Встань, Майкл! Ты должен стоять в полный рост». Майкл понимал, что приближается очень важный момент. Он медленно встал на трясущиеся ноги и устремил пристальный взгляд в постепенно рассеивающийся туман, туда, где должно появиться лицо. Наконец лицо открылось, и Майкл Томас с чистым намерением, человек, много повидавший на своем пути, сразивший чудовище и осуществивший духовную трансформацию быстрее и лучше, чем кто бы то ни было, застыл пораженный увиденным. В изумленных глазах заблестели слезы. Рассудок и дух лихорадочно пытались постичь, что это может означать, и не могли. Чувства словно застыли в неподвижности, не зная, как реагировать на то, что открылось глазам. Ноги Майкла подогнулись, и он снова непроизвольно упал на колени во второй раз за время своего пребывания в этом священном золотом зале. У великой духовной сущности, спустившейся по резным ступеням с великого золотого трона, было лицо Майкла Томаса. Никакой иллюзии. Это лицо действительно принадлежало ангелу. Это был ангел, и ангел был Майклом. «Поэтому как ты любишь Бога, ты любишь и меня». Золотой понимал, что Майкл его не слышит. К нему еще не вернулась способность ясно мыслить. Глубочайшее потрясение затронуло каждую клетку Майкла, и он отчаянно пытался хоть в чем-то разобраться. Что все это значит? Правда ли это? Майкл неподвижно сидел на полу, не в силах ничего понять, а ангел между тем продолжал. «Пора дать тебе еще один дар, Майкл». Спокойный и уверенный голос ангела наполнял душу умиротворением и пониманием. «Слушай мои слова, ибо вместе с ними я даю тебе дар глубокого понимания вещей». У Майкла начал проясняться. Он понял, что ангел помогает ему понять увиденное. Сейчас ему в очередной раз придется избавиться от человеческих предрассудков и предубеждений. Ангел говорил далее. «В каждом человеке, Майкл, живет склонность всемущию своей логики бороться против самой мысли о том, что он может представлять собой нечто большее, чем человек». Ангел улыбнулся, и Майклу показалось, что это он сам улыбнулся своему отражению в зеркале. Голос тоже принадлежал ему, но он этого не понял, ведь Майкл слышал свой голос в магнитофонной записи лишь пару раз в жизни, однако все это не имело значения. Главное внимательно выслушать ангела, и у Майкла понемногу прояснялся, готовясь к этому. Ангел продолжал, «Я есть твое высшее Я, Майкл Томас, часть Бога, пребывающая в тебе, пока ты живешь на планете Земля. В этом состоит последнее откровение и урок, который тебе необходимо усвоить, прежде чем ты подойдешь к своей цели. Последняя крупица информации. Это наивысшая и наиважнейшая истина для всего человечества. Но она тщательно скрыта от вас, ее труднее всего принять». Ангел говорил удивительные вещи, но слушать его было сложно. Очень отвлекал этого обстоятельства, что у него было лицо Майкла. И все же Майкл слушал внимательно, стараясь понять глубинный смысл всех этих слов. Ему необходимо двигаться вперед, необходимо еще много узнать. Ангел чуть отошел в сторону, и за его спиной стали видны резные ступени, по которым он только что спустился. «Это золотой дом собственного достоинства, Майкл. Нет худшего препятствия на пути к просветлению, чем ощущение, будто ты этого просветления не заслуживаешь. Поэтому мы решили открыть тебе, кто ты есть на самом деле. Ты часть меня, Майкл. Ты ангел высочайшего ранга, как и все люди. Мы суть те, кто согласился отправиться на планету Земля, чтобы пройти через все испытания человеческой жизни и при помощи полученных здесь уроков и обретенного здесь опыта повысить вибрации планеты. Мы приносим огромную пользу человечеству и всей Вселенной. Поверь мне, Майкл Томас, то, что ты сделал на Земле, оказало большое влияние и на другие уголки Вселенной. Но ведь я не остался на планете, выпалил Майкл. Слова Ангела снова напомнили ему о том, что он сдался раньше времени. Я ничего не постиг. Это не имеет значения, Майкл, заявил Ангел. Высокочтимо само намерение совершить путешествие и изначальное согласие принести эту жертву. Ты заслужил глубочайшего уважения уже тем фактом, что пришел на Землю. Неужели ты этого не понимаешь? Или ты никогда не слышал истории о блудном сыне? Ведь ее в той или иной форме рассказывают во всех культурах. Майкл знал эту историю, но не понимал, какое отношение она имеет к данной ситуации. Он помнил, что в этой истории отец с радостью и любовью встречает своего блудного сына, несмотря на то, что тот некогда презрел семейные традиции. Продолжая объяснение, ангел еще немного отошел в сторону. «Майкл, все ангелы неизменно проявляли огромную любовь к тебе. Ты не задумывался, чем заслужил такое отношение? Теперь ты знаешь. Мы, я и ты, представляем элитную группу сущностей. Мы принадлежим к числу тех высокочтимых и любимых существ. Мы избраны жить на земле в условиях низких вибраций, в грубой биологической оболочке, не зная, кто мы есть на самом деле. Ты частица Бога, постигающая уроки на этой планете во имя высокой цели. И теперь тебе представилась возможность узреть эту частицу Бога». Майкл стоял на коленях потрясенный. Он вспомнил события последних недель. То, что он узнал о семье и о контрактах в доме Фиолетовой, изумело его до глубины души. Знакомство с членами семьи в доме Красного тоже удивительный опыт. Но чтобы он, человек, Майкл Томас, принадлежал к числу величайших ангелов, и другие люди тоже, возможно ли, чтобы я был столь веник? Да, Майкл, да, мы воистину велики. Сейчас настала пора понять и осознать, что ты заслужил этой высокой чести прийти на Землю. Ты давно запланировал этот приход и даже стоял в очереди, чтобы попасть на эту планету. Сущности Вселенной чтут тебя за все, что ты сделал, и теперь ты заслужил право перейти на следующий уровень. И поскольку в этом путешествии ты столько раз говорил о своей любви к Богу, следовательно, ты должен любить и себя самого. Подумай об этом, Майкл Томас, ибо эта истина коренным образом изменит твой взгляд на вещи и твои представления о целях человеческой жизни. Майкл теперь воспринимал информацию намного лучше, поскольку ангел дал ему дар спокойствия и глубокого понимания вещей. Ум работал четко, однако переварить всю эту информацию было весьма непросто. Между тем ангел говорил дальше. Последний шаг и этот же шаг тебе нужно было бы предпринять и останься ты на земле, состоит в том, чтобы принять наше партнерство. Знай, что оно совершенно реально. Ощути достоинство и божественность своей человеческой природы. Пойми, что ты представляешь собой священную небесную сущность. Почувствуй, что ты вечен и здесь твой дом. прими золотую метку, которую дает тебе это знание, Майкл Томас. Тут Майклу вспомнилось его пребывание в Белом доме и видение, которое явил ему белый, Мэри в больничной палате. В памяти всплыла одна реплика белого, которая до сих пор не имела для Майкла никакого смысла. Ангел тогда сказал, что Мэри приняла золотого. «А Мэри с тобой знакома?» спросил Майкл. «Мэри знакома с собственным Высшим Я, Майкл, если ты это имел в виду. Все время, пока ты наблюдал за ней, она работала в тесном партнерстве со своим Высшим Я, и ты это сразу почувствовал. Мэри знает, кто она такая. Она знает, что является священным существом и заслуживает права находиться на земле. Она приняла свою священную природу». И снова Майкл исполнил соблагоговение перед этой маленькой женщиной, которая столь многому его научила, хотя он с ней никогда не встречался. «Она тебя знает, Майкл», сказал Золотой. «Знает? Откуда?» «Все мы друг с другом знакомы», ответил Ангел. Мэри прекрасно осознавала, что ее дар отцу окажет глубочайшее влияние на других людей. Ей подсказывала эта интуиция. Она даже знала, что за ней наблюдают. «Мэри, как и ты, владеет всеми дарами, инструментами и картой, а также золотым даром глубокого понимания вещей, которые я ныне передал и тебе. Таковы силы просветленного человека на земле». «Ого!» Чем больше узнавал Майкл, тем больше росло его уважение к Мэри. Она обо всем знала. Интуиция подсказывала ей, что за ней наблюдают и их действия помогут мне. «Близится испытание, Майкл Томас», сказал Ангел, переходя к делу. «Майкл понимал, что его ждет еще какое-то испытание. В чем же оно состоит? Каким образом эта сущность его лицом и душой узнает, обрел ли Майкл Томас в полной мере чувство собственного достоинства или нет? «Есть лишь один способ», сказал Ангел, отойдя в сторону. «Не бойся, Майкл, но остаток нашей встречи ты проведешь без вибрационной защиты. Либо ты принял истину, либо нет. Возможно, это испытание покажется тебе легким, однако ты не сможешь пройти его, не будучи чистым и не приняв истину о нашем партнерстве». «Я готов», сказал Майкл. На душе было тревожно. «Что он собирается сделать, этот золотой ангел?» думал Майкл. «Белая сфера, ограждавшая Майкла начала таять, его снова переполнили вибрации божественной энергии. Опять это ощущение, это любовь, это совокупная энергия намерений миллионов сущностей». Однако в этот раз Майкл почувствовал кое-что еще. Он отчетливо ощутил, что является частью всего этого. «Неужели в этом есть смысл испытания?» «Я чувствую!» вскричал Майкл. Он надеялся, что это и есть то самое ощущение. Неужели испытание действительно закончилось? Ничего подобного. Ангел с лицом Майкла Томаса приблизился к нему и сказал, «Майкл, Томас, с чистым намерением. Сядь на третью ступеньку». Майклу снова стало тяжело дышать. Его клетки просто не воспринимали таких высоких вибраций. Майкл вслух обратился к своему телу, не обращая внимания на присутствие золотого ангела. Ему необходимо обрести контроль над собственной биологической системой, причем немедленно. «С нами все в порядке», сказал Майкл своим клеткам. «Не бойтесь, мы этого заслуживаем, мы этого достойны». Майкл кричал и понимал это. Он непроизвольно сделал то, чему учил его зеленый, и результаты не замедлили сказаться. Он уселся на третью ступеньку подножия трона. Тело понемногу успокаивалось. Тут Майкл осознал, что золотой ангел все это время не сводил с него пристального взгляда. Лицо ангела расплылось в широченной улыбке. «Ты отлично справляешься, мой дорогой двойник. Я не смог бы передать тебе все эти навыки, но на счастье ты прилежно учился у других ангелов. теперь теперь посмотрим, так ли хорошо ты усвоил то, что дал тебе я». Следующее событие потрясло Майкла еще больше, чем явление ангельского лица несколько минут назад. Великий золотой ангел, который несколько мгновений назад являл собой лицетворение Божьих сил, преклонил колени перед Майклом Томасом. Великолепные золотые крылья чуть поднялись вверх и разошлись в стороны, словно ангел присаживаясь расправил и приподнял золотой плащ. Два прекрасных крыла приподнялись ровно настолько, чтобы огромный ангел мог грациозно опуститься на колени, не подметая перьями пол. Тело Майкла снова отреагировало довольно бурно, но на этот раз не с тупором. Все его существо исполнилось любви. Майкл безмятежно смотрел, что ангел будет делать дальше. Преклонив колени, великий ангел достал откуда-то золотую чашу и некоторое время торжественно держал ее перед собой. Он посмотрел Майкл прямо в глаза и сказал слова любви. «В этой чаше, образно говоря, находятся мои слезы радости за тебя. Слезами я хочу осветить и омыть твои стопы, ибо ты достоин такой чести». О, нет, ко мне собирается прикоснуться божественная сущность. Теперь Майкл понял, в чем состоит испытание. Прикосновение этой золотой сущности станет проверкой, действительно ли клетки Майкла осознали собственные достоинства, и действительно ли его тело знает о своей врожденной святости. Да, в таком испытании ни случаи, ни хитрости не помогут. Вот он, решающий миг. Прежде чем прикоснуться к левой ноге Майкла Томаса, ангел ответил на его мысли. «Это не проверка твоих вибраций, Майкл, ибо ты и я все равно не будем вибрировать на одном уровне до тех пор, пока мы снова не сольемся воедино в конце. Это испытание твоей человеческой веры. Мы должны принять тот факт, что мы, как Бог, заслуживаем чести быть человеком. Это испытание покажет, действительно ли ты понимаешь, что достоин того, чтобы Дух собственноручно омыл твои стопы, и действительно ли твоя любовь к Богу проявляется в любви к самому себе. Майкл расслабился. Он знал свои мысли и был уверен, что в полной мере принял эту удивительную идею, как и весь урок великого ангела. И еще он вдруг осознал, что испытание послужит также подтверждением этого его понимания для ангела. Огромный ангел склонился так, чтобы его глаза оказались ниже уровня глаз Майкла. Майкл понял смысл этого символического жеста, и его переполнили сильнейшие чувства. Благородная сущность нежно взяла в руку стопу Майкла, и по его телу пробежал удивительный трепет, проникая также в сердце и ум. Майкл исполнился глубочайшего сострадания, по щекам потекли слезы. Он молча смотрел, как ангел нежно омывает его стопу. Майкл чувствовал, что его безмерно любят. Он не исчез, не растаял в энергетической вспышке. Хотя Майкл чувствовал давление вибрационной энергии ангела и с трудом выдерживал этот натиск, он понимал, что заслуживает того, чтобы принять ее. Он молчал, поскольку знал, что любовь тихая. Майкл знал, что у чистой любви нет никаких целей, поэтому великий ангел не потребует ничего взамен. И еще он знал, что любовь не кичится, поэтому ангел не призовет из ангельских чертогов сотни себе подобных. Между ними происходило нечто личное, и ангел безмолвно просил Майкла принять оказанную ему честь и просто быть. Майкла Томаса переполняли необычайно сильные чувства. По щекам по-прежнему текли слезы великой радости и благодарности, но он не стыдился. Он знал, ангел понимает, что это человеческий способ сказать спасибо. Пусть даже это может показаться странным. Наконец ангел снова заговорил. Его голос был исполнен гордостью за Майкла. Майкл Томас с чистым намерением. Ты воистину прошел великое испытание, величайшее из всех. Но сейчас я покажу тебе нечто еще более великое. Ты уже прошел все испытания и готов выйти в дверь ведущую домой. Однако прежде я мою и вторую твою ногу. Это большая честь для меня. И в этом проявляется любовь Бога к тебе. Теперь это уже не будет испытанием. В этом нет практического смысла. Я сделаю это только потому, что люблю тебя. Никогда не забывай этот миг. Вряд ли в жизни Майкла когда-либо был более священный момент. По щекам ручьями лились слезы, и две сущности обменивались любовью равной душевной силы. Стопа Майкла казалась крошечной в огромных руках ангела. Наконец ритуал завершился. Чаша исчезла, и ангел встал в полный рост. Его крылья снова свернулись и легли вдоль тела. Можешь встать, Майкл Томас. Ты показал, что твое намерение воистину чисто. Ты готов идти домой. Майкл встал, оглядел зал, затем посмотрел на ангела. Прочтя его мысли, ангел взял Майкла за руку, а другой рукой указал в сторону трона. По ступенькам, Майкл. Ангел улыбнулся. Майкл обернулся и посмотрел в клубящийся туман. Ступени Золотого Трона манили в новый незнакомый мир, сулящий великие совершения. Он снова обернулся к ангелу, словно прося у него подтверждения, что должен подняться туда сам. «Дверь, которая тебе нужна там, Майкл». «Ах, да, и не забудь, дела не всегда обстоят так, как кажется». Майкл не стал спрашивать, что означают эти слова в данный момент. Он уже стал воспринимать их как мандру этого мира. Майкл понимал, что не может задерживаться здесь надолго. Знал об этом ангел. Поэтому он подошел к человеку и обнял его за плечи своей огромной рукой. Мягким, ободрительным голосом он сказал последние слова. «Я сам только что оттуда, Майкл. Все в порядке. Теперь иди. Цель близка. Я тоже вскоре к тебе присоединюсь. Мы никогда не прощаемся, ибо мы одно». Майкл знал, что должен уйти из сферы действия этой мощнейшей энергии. Он развернулся и быстро пошел вверх. Теперь он понял, зачем тут ступени. Они предназначены не для ангела, а для человека. Их размеры идеально приспособлены для ног Майкла. Все понемногу складывалось воедино, обретая смысл. Но Майкл не хотел ничего анализировать. Настало время обрести выпускной статус. Настало время отправиться домой. Он поднимался по ступеням, приближаясь к огромному резному трону. Майкл остановился, чтобы еще раз взглянуть на великого золотого ангела, на частичку Бога, который и есть он сам. Ангел стоял внизу, сложив перед собой руки и с улыбкой смотрел на Майкла Томаса. Ангел прав. Нет ощущения, что не прощаются. Ангел действительно его часть. Майкл осознал, что за один день встретил две разные части себя самого. Одна была абсолютно лишена любви, а другая преисполнена ею. где-то между ними находится сознание человека, и он должен сам решить, к чему склониться. Прекрасный образ, подумал Майкл. Майкл снова пошел вверх. Плотный туман скрывал путь, и Майкл видел перед собой только десяток золотых ступеней. Он ступал очень осторожно. Меньше всего ему хотелось упасть в кульминационный момент своего священного путешествия. Он рассмеялся, представив себя, как катится кубарем вниз и суетливо извиняется перед великим ангелом за неуклюжесть. Смех помог немного расслабиться. Он чувствовал, что поднялся уже приблизительно на высоту второго этажа и скоро должна быть какая-нибудь площадка. «Воистину великолепный трон», подумал Майкл. «Какое огромное подножие! И это его трон!» Добравшись до вершины, Майкл не был разочарован. Возле искусно выкованного ажурного золотого кресла была дверь, к которой он стремился в течение всех этих недель. То, о чем Майкл так давно мечтал, теперь оказалось прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки. Больше ничего здесь не было, только хорошо освещенная дверь и трон. Казалось, дверь просто подвешена в воздухе, без стены, даже без косяка, и было совершенно непонятно, насколько она принадлежит реальности золотого трона. Майкл догадался, что она не является частью дома собственного достоинства и мир, где он находится. Это врата, и они в значительной мере принадлежат другому измерению. Дверь была испечрена уже знакомыми Майклу непонятными надписями, среди которых было начертано одно слово на обычном человеческом языке – дом. Майкл Майкл так давно ждал этого момента. Он много пережил, многому научился, изменил свою клеточную структуру, и все для того, чтобы подготовить себя к миру, ждущему его за этими вратами. А теперь все это казалось даже как-то слишком заурядно. Он стоял перед дверью, думая обо всем, что произошло за последнее время, и о прекрасном золотом ангеле, стоящем у подножия трона. Майкл снова обдумал то, что произошло несколько минут назад, когда он сидел на третьей ступеньке. Воистину этот последний опыт стал решающим штрихом, определившим его нынешний настрой. Майкл торжественно повернулся лицом к двери. «Я этого заслуживаю», уверенно сказал Майкл Томас. «Я славлю Вселенную за то, что она предоставила мне возможность сделать то, что я намерен сделать. С величайшей любовью я вхожу туда, куда хотел попасть». Импровизированная церемония завершилась. Майкл Томас еще раз глубоко вздохнул человеческий воздух и решительно открыл дверь с надписью «Дом». Майка вырвала. Глава двенадцатая Дверь домой «Поверни его на бок и подставь таз», крикнула медсестра санитару. «У него рвота». Отделение скорой помощи было переполнено, как часто бывает, вечером в пятницу. А в этот день ситуация еще загублялась полнолунием. «Он очнулся?» спросил сосед Майкла, приехавший в больницу вместе с ним. Санитар в белом халате склонился над Томасом, углядывая с его зрачки. «Да, приходит в себя», ответил он. «Когда можно будет с ним разговаривать, скажите, чтобы ни в коем случае не вставал». Ему на голову пришлось наложить несколько швов. «Кроме того, некоторое время будет сильно болеть челюсть. На снимке видна трещина, еще чуть-чуть и был бы перелом. Хорошо, что мы успели вправить вывих, пока он был без сознания». Санитар вышел из бокса, в котором лежал Майкл, и задернул занавеску. Майкл открыл глаза. Он сразу понял, где оказался. Он снова на земле, в больнице, где все это началось. Майкл поморщился от яркого стерильного света флуоресцентных ламп, горящих в отделении. И закрыл глаза. В палате было прохладно, и Майкл захотел укрыться. Словно отвечая на безмолвную прудьбу Майкла, в отсек зашел санитар, накрыл Майкла одеялом и снова вышел. Майкл остался один. Голова шла кругом. Слишком уж реальным казалось то, что было перед этим. Значит, это все сон? Мерзкая, злобная тварь, которую он сразил в этом видении, оказалась права. Майкл все это время оставался на земле, на больничной койке без сознания, в коме. И все эти его удивительные приключения нереальны. Майклу показалось, что сейчас его еще раз вырыт. На этот раз это отвращение к реальности. Он снова здесь. Попасть домой неизбыточная мечта. И страна ангелов представляет собой именно то, что сказала чудовище, сказочка. Ничего этого не было. Майкл все время пролежал в больнице. Ничто из того, что он увидел, чему научился, нереально. Он закрыл глаза. Хотелось умереть. В отсек вошла старшая медсестра и склонилась над Майклом. Через запах дезинфекции пробивался аромат ее духов. Она проверила повязку на голове пациента и легонько прикоснулась к нему. «Мистер Томас, вы проснулись?» «Да», устал и подавленно ответил Майкл. «Можете отправляться домой. Мы промыли и зашили раны. Теперь все в порядке. Мы вам больше не нужны». Майкл Томас понял, что что-то изменилось. «А моя челюсть, мое горло?» «Там вроде бы все в порядке, мистер Томас. Или мы что-то упустили?» Под озабоченным взглядом медсестры Майкл подвигл челюстью и пощупал шею. «Кажется, действительно в порядке». «Нет, наверное, мне приснилось». Майкл понемногу возвращался в реальность. Он обдумал сложившуюся ситуацию. «Как долго я здесь пролежал?» «Часа три», мистер Томас улыбнулся с моей сестрой. «А что с оплатой?» сказала за Майкл. «Счета оплачивает владелец вашей квартиры. Там какая-то страховка. Вас только попросят подписать кое-какие бумаги, а платить ничего не нужно». «Спасибо, мисс». Медсестра вышла из отсека, и Майкл снова остался один. Кое-что не стыковалось. Хотя теперь казалось, что все это было очень давно, Майкл отчетливо помним, как вор повредил ему в дороге горло. Все эти травмы были нанесены еще до видения или сна, или как еще это назвать. События сна, естественно, не могли ничего исправить. Однако теперь у него не было повреждено не только горло, но даже челюсть. Или это просто очередной сон? Нет. Майкл ощутил, что его мочевой пузырь переполнен. Ему нужно в туалет. Он вернулся к земной реальности. К реальности, которую он знал, пока был обычным человеком. Не обращая внимания на головную боль, Майкл встал и пошел искать туалет. Он заметил, что на него все та же уличная одежда. Уборная нашлась сразу же. Типичный больничный туалет. Кабинка на одного человека, остро пахнущая дезинфекцией и безупречно чистая. Майкл облегчился. Ощущение было непривычное, словно он не делал этого много недель. Казалось, струя не истощится никогда. Умываясь, Майкл посмотрел в зеркало. Что-то в его лице изменилось. Майкл немного приблизил лицо к зеркалу, пристально угляделся в собственные глаза и спросил себя, что он видит. Плечи расправлены, самочувствие отличное. Возможно, трехчаса вывода в больнице это именно то, что было ему нужно. Майкл неспешно вышел из отделения интенсивной терапии и увидел в холле своего соседа. Они пожали друг другу руки. «Спасибо вам большое, мистер...» Майкл не знал имени. «Называйте меня просто Гэл, мистер Томас». Сосед был раз, что с Майклом все в порядке. «Гэл, неужели вы ждали меня все это время?» спросил Майкл. «Ерунда, мистер. Называйте меня Майкл», перебил Майкл. «Хорошо, Майкл. Моя машина здесь, на стоянке. Поехали домой». Услышав слово «Дом», Майкл вспомнил свой сон и приуныл. Внутри стало пусто. «Отличное предложение, Гэл». Майкл был искренне благодарен соседу. Подписав несколько бумаг, Майкл вышел вслед за Гэлом на стоянку. Пока ехали домой, Майкл расспросил соседа о порышевшем в квартире. Все было именно так, как он помнил сам, за исключением травм. «Может, я все это навоображал?» спросил он себя. Сердечно поблагодарив соседа за заботу, Майкл пошел к себе. Он открыл дверь обычным способом, включил тусклую лампочку и вышел в комнату. Вид и запахи привычного жилища почему-то не оказались знакомыми. В комнате царил беспорядок. Стереть системы и телевизор стояли не на своих местах. Однако аквариум оказался цел, в то время как Майкл отчетливо помнил, что он разбился. Что-то было не так. Ощущение было такое, словно Майкл пришел к какому-то нищему, чтобы помочь ему навести порядок в хижине. Майкл стоял и недоуменно обозревал квартиру. Это не его дом. И как он мог здесь жить? Почему здесь так темно и грязно? Всего три часа назад это был его дом, а теперь казалось, он принадлежит человеку из совершенно другого мира. Что происходит? Майкл понял, что его нынешнее сознание не имеет ничего общего с сознанием того мужчины, который прежде жил здесь. Даже мысль о том, чтобы провести ночь в этой норе, казалась дикой и Майкл открыл один из ящиков шкафа и порылся в вещах. Там лежала его кредитная карточка. Еще недавно Майкл казалось, что он никогда не станет пользоваться ей. За кредит приходится слишком много платить, коваривал он. К тому же у меня нет тяги к красивой жизни. Майкл сунул карточку в кожелек, убедился, что там осталось еще несколько долларов наличными и начал собирать личные вещи и предметы туалета. Наконец он выключил свет и вышел из квартиры. Он знал, что ему еще придется сюда вернуться за своей рыбкой и за вещами. А еще Майкл пообещал себе немедленно уволиться с работы. Майкл на минутку зашел к Гэлу и коротко объяснил, где его искать, если потребуется дать показания в полиции. Майкл остановил такси и поехал в более благополучный район города, где снял комнату в приличном отеле. Разглядывая ярко освещенный вестибюль с хорошей мебелью, он вздохнул с облегчением. И это уже получше. Завтра же он найдет себе другую квартиру. сразу же после того, как устроится на новую работу, соответствующую его способностям. Майкл шел через холл к лифту и люди провожали его взглядом. Было в нем что-то позитивное. Этот человек притягивал внимание окружающих. Людям казалось, что они видят какую-то знаменитость, возможно кинозвезду. Лежа на кровати в номере, Майкл задумался, что же с ним все-таки произошло. Он себя отлично чувствовал, ни о чем не волновался. Совершенно четко знал, что завтра же найдет новую работу. Да, он уверен, что найдет работу за один день в Лос-Анджелесе, потому что знает себе цену. Майкл уже предвкушал новые встречи, новые общения, головокружительную карьеру. И тут произошло невероятное. Он вспомнил о Ширле, свою шашель любви, и не испытал боли. Не было ни острой тоски по утраченному, ни жалости к себе, ни желания спрятаться от всего мира. Майкл даже поморщился, вспомнив свои недавние настроения. Фу, как можно себя так вести? Ведь она всего-навсего выполняла условия нашего контракта. И я несу такую же ответственность за все эти события, как она. Ну и ну. Что он говорит? Но ведь это правда. И тут Майкл сделал то, что еще несколько часов назад было просто невозможно. Он подошел к телефону, и набрал хорошо знакомый номер. Первый мундок, второй. Затем в трубке раздался приятный женский голос. Алло? Ширли? Майклу было очень приятно слышать этот голос. Майкл? Ширли казалось была отнюдь не рада его звонку. Привет. Я позвонил, чтобы убедиться, что у тебя все в порядке и сказать, что у меня тоже все хорошо. Майкл? Это правда ты? Что-то я тебя не узнаю. Мне только хотелось поставить точку в наших отношениях и искренне пожелать тебе счастья. Ты ведь замечательная девушка и заслуживаешь всего самого доброго. Майкл? Майкл, наверное, это все-таки не не ты. Я. Ты нашел себе другую девушку? Нет, Ширли, и все же я говорю искренне. Просто захотелось позвонить тебе, сказать, что у меня все в порядке и пожелать исполнения всех желаний. Мне с тобой было очень хорошо, и я надеюсь, что ты тоже будешь вспоминать меня добрым словом. Майкл, что с тобой случилось? Так сразу не расскажешь? Может быть, в другой раз поговорим? Пока. Майкл? Или это кто-то так пошутить решил? Майкл повесил трубку. В душе царила необычайная безмятежность. Он закрыл эту часть своей жизни и был несказанно рад. Ее голос не пробудил в нем никаких негативных чувств. Появилось только ощущение, что дело завершено и можно двигаться дальше. Майклу и самому все это казалось странным. Что-то изменилось. Он совершал поступки, которые совершенно не в характере старого Майкла. Он отчетливо ощущал энергию текущего момента и совсем не беспокоился по поводу того, что собирается ночевать в отеле за 100 долларов в сутки. Он был абсолютно уверен, что легко оплатит пребывание здесь из всех денег, которые заработает на новом месте. А ведь он еще даже не начал искать работу. Нет, это не старый Майкл. Это текущий Майкл, исполненный чувство собственного достоинства и знающий как работает Вселенная. Было такое ощущение, словно он родился заново и обрел все здоровые ощущения, которые свойственны довольному своей жизнью человеку. По спине пробежали мурашки, и Майкл каким-то образом понял, что они означают. Он подошел к двери номера и распахнул ее. За порогом стоял его друг Джон. Он уже даже поднял руку, чтобы постучаться. «Привет, Джон!» Майкл обнял друга. «Откуда ты знал, что я пришел?» спросил сбитый с толку Джон. «Полагаю, интуиция. Давай же, входи». «Нелегко же тебя было найти. Я услышал, что твою квартиру ограбили, и сразу же после окончания вечерней смены поехал к тебе. Сосед объяснил, где тебя искать. Ты как себя чувствуешь? Голова в порядке? Почему ты съехал с квартиры, перебрался в гостиницу? И вообще, что происходит?» Майкл жестом остановил этот поток вопросов и улыбнулся Джона. «Джон, с головой у меня все в порядке. Что касается квартиры, то не место мне в этой норе. На работе мне тоже не место, и мы оба это прекрасно знаем». Джон был потрясен. Он всегда надеялся, что рано или поздно Майкл соберется силами, наладя свою жизнь, но никак не рассчитывал, что его друг превратится в такого супермена всего за несколько часов. «Майкл, что произошло? Тебя словно подменили». «Я не знаю. Не могу объяснить тебе, как это произошло, но результат налицо. Я очень доволен тем, как все складывается, полон энергии и жизненных планов». Джон внимательно слушал друга, не говори ни слова. «Я бы тебе налил что-нибудь освежающего, но я и сам сюда только что вселился. Может, спустимся поужинаем? В ресторане, что ли? Да, я приглашаю». «С удовольствием», Джон пристально посмотрел на Майкла. «И все же парень тебя подменили». Друзья вышли из номера и скоро уже сидели за столиком уютного ресторана при той же гостинице. Майкл говорил много, правда, о своем сне не сказал ни слова. Джон все больше слушал. Майкл рассказал о разговоре Ширли и о планах сменить работу, о своем новом взгляде на жизнь. Он коростноречиво рассуждал о том, что истина всегда побеждает, а прощение и честность помогают обрести покой в жизни. Те вещи, которые Майкл раньше подвергал яростным нападком, теперь он обсуждал спокойно, допуская различные мнения. Он говорил о том, что человек не обязан безропотно принимать то, что дарует ему судьба, и о том, что каждый сам создает свою реальность. Джон молчал. Он испытывал самое настоящее потрясение. Джон все слушал и слушал своего друга за бельным ужином, и за десертом, и за кофе. Он словно попал на какую-то лекцию по практической психологии, и слова друга по-настоящему запали в душ. Наконец, когда рот Майкла был занят пирожным, Джон спросил, «Послушай, Майкл, у тебя что, была клиническая смерть или что-то в этом роде?» Джон спрашивал совершенно серьезно, ведь еще накануне Майкл не в грош себя не ставил, постоянно хандрил, был готов умереть на помойке и нежно лелеял свои страдания. «Нет, Джон, скорее, это была клиническая жизнь», друзья рассмеялись. Напряжение спало. Шутки шутками, а Майкл и сам уже ломал Вова над тем, что же с ним все-таки произошло. Он пока еще не готов был утверждать, что его видение совершенно реально, но теперь ему нравилось жить. Джону не хотелось расставаться с другом. Окружавшая Майкла энергия благотворно действовала на Джона, и он это чувствовал. Он даже решил и сам найти другую работу. Майкл убедительно говорил, что Джон заслуживает большего, и он согласился. Позитивное отношение к жизни в одушевлении Майкла передалось им Джону. Хорошее настроение очень заразительно. Что же касается всяких возвышенных мыслей, то Джону не были в новинку, но слушал он с интересом. Они пробудили в нем ощущение, что он чего-то стоит. Мужчина пожелали друг другу спокойной ночи, и снова Майкл тепло обнял друга. Джон осознал, что прежде Майкл никогда так не делал, а теперь за один вечер обнял его дважды. Что произошло с этим человеком? Как приятно иметь такого друга. Казалось, что Майкл живет где-то в другом мире, или возможно он живет по-прежнему здесь, но исполнился какой-то неземной безмятижности и любви к человечеству. Он никого не осуждает, он счастлив. Надо же, какой парень стал, до чего изменился человек. Майкл вернулся в номер и сел на кровать. Решится ли он хоть на миг поверить, что это путешествие было реальным? Если оно реальна, то почему он снова вернулся на землю? Казалось, что все неправильно. Казалось, что все произошло не так, как должно. что дела не всегда обстоят так, кажется? Майкл ощутил какое-то странное, но знакомое чувство. Его вела интуиция, вело само тело. Майкл встал с кровати, пересек комнату, сел на стол и сделал нечто непривычное, но показавшееся ему совершенно естественным. Он закрыл глаза, протянул вперед руки и торжественно сказал «Во имя Духа я прошу, чтобы мне показали то, что мне необходимо знать в этой ситуации. Я приветствую происходящее, хотя ничего не понимаю». Майкл молча сидел с закрытыми глазами. Затем все озарилось вспышкой ярчайшего света. Майкла перенесло через врата между измерениями в пространство, специально подготовленное для него и только для него. Это внутреннее святилище, где Майкл Томас может общаться с Духом. Место, куда он будет отныне часто возвращаться в своих медитациях. Майкл парил в открытом пространстве, ясно осознавая, что снова оказался в состоянии сна. Но только это состояние на самом деле сном не является. Или это все-таки сон? «Нет, не сон, Майкл Томас», голос белого. Хотелось открыть глаза, но Майкл не решился. Вдруг он выпадет из этого измерения, ведь он здесь всего лишь гость. Он не хотел вновь оказаться в комнате гостиницы, пока сам не решит, что пора вернуться. Белый продолжал. «Это просто иное состояние сознания или измененная реальность». «Какая из реальностей кажется тебе более реальной сейчас, Майкл?» «Белый!» воскликнул Майкл. «Да, Майкл!» «Я так рад тебя слышать!» Майкл был в восторге. Он почти кричал. «Белый! Значит, это был не сон!» «Я так и знал!» «Это был не сон, Майкл!» «Что произошло? Почему я не на небесах? В чем моя ошибка?» Майкл был так раз снова беседовать со своим духовным другом. «Открой глаза, Майкл!» «Тут собралась целая компания!» Майкл послушался и медленно открыл глаза. Врата между измерениями не закрылись, и Майкл не вышел из-за медитативного состояния. Он парил в пузе лотоса среди изумительной белизны. Это место походило на то пространство, где он впервые встретился с белым ангелом любви. Вокруг Майкл и чуть ниже медленно обретали форму семь сущностей. Это были семь разноцветных туманностей, которые постепенно видоизменялись под его взглядом. Вначале это были бледные облака, затем они начали наливаться яркими цветами и обретать форму. Майкл знал, что произойдет дальше, и его сердце запрессало от радости. Итак, семь бледных облаков обрели яркие цвета и отчетливые формы. Здесь были синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый, красный, белый и даже золотой. Расположившиеся на равном расстоянии друг от друга, маленькие облачка постепенно выросли и превратились в фигуры ангелов, с которыми он, казалось, встречался и общался только вчера. Майкл был несказанно рад их видеть, его друзья здесь. Все это время Майкл следил за тем, чтобы не оборвать ту тонкую нить, которая связывает его с человеческим телом в Лос-Анджелесском отеле. Майкл снова находился в двух местах одновременно. Семь ангельских сущностей в святилище Майкла некоторое время хранили неподвижность, возив к Майклу руки в торжественном приветствии. Майкл торжествовал вместе с ними. Он ощущал, что этот круг исполнен святости и почтил его молчанием. Первым заговорил Золотой. «Майкл Томас с чистым намерением, мы приветствуем тебя». «И я вас приветствую», сказал Майкл благодарный и безмятежный. «Что ты хотел узнать, Майкл?» Золотой ангел едва сдерживал смех. Он знал все, что знал Майкл, а поэтому ангел понимал, что человек страстно хочет понять, в чем его ошибка. «Почему я опять оказался на земле?» заговорил белый, отвечая на незаданный вопрос Майкла. «Возможно, ты хотел бы вспомнить свою изначальную просьбу». Майкл не понял, что имеет в виду белый, но он промолчал, ожидая, что ангел скажет дальше. Словно магнитофонная запись зазвучали слова, которые Майкл произнес в другой точке времени, когда он при первой встрече говорил белому, что для него означает слово «дом». Майкл вместе с остальными ангелами слушал свой голос. «Я хочу, чтобы меня любили, чтобы везде была любовь. Хочу, чтобы жизнь была наполнена покоем. Не хочу суетиться и участвовать в банальных взаимоотношениях. Не хочу беспокоиться о деньгах. Я хочу освободиться, устал быть один. Хочу значить хоть что-то для других сущностей во Вселенной. Хочу знать, что в моей жизни есть смысл и выполнять на небесах, или как вы там их свою задачу. Хочу быть частью Божьего плана. Я не хочу больше быть человеком. Я хочу быть подобен тебе». Так Майкл сам описал, что он надеется обрести дома. Именно эти слова он произнес, когда Белый попросил дать определение понятия дом. Затем зазвучал голос синего. «Взгляни на свою жизнь, Майкл Томас. У тебя есть карта интуиция, позволяющая тебе сохранять покой, ибо ты понимаешь, что дух всегда современен, то есть действует вовремя». Майкл осознал, что Синий прав. Он ведь сейчас ни капли не беспокоится по поводу предстоящих поисков работы. У Майкла есть карта, которая поможет ему попасть куда нужно. Затем в беседу вступил оранжевый ангел. А дары и инструменты высоких вибраций помогут тебе обрести равновесие на этой планете и не участвовать в драмах окружающих, если ты сам не решишь в них участвовать. И при этом у тебя есть силы сразить любой негатив на своем пути. Майкл знал, что оранжевый говорит правду. Его теперь действительно ничуть не беспокоили старые жизненные драмы. Даже эпизод Ширли совершенно ушел из его сознания, словно это никогда и не было для него проблемой. Затем взял слово зеленый. Этот веселый голос невозможно не узнать. Твоя биологическая система даст тебе то освобождение, которое тебе нужно, Майкл. Ныне все твое тело исполнено мудрости и знаний. Майкл никогда не чувствовал себя здоровее, к тому же он теперь знал, как ухаживать за своим телом. Зеленый был первоклассным учителем. Настал черед фиолетовый. Ее мелодичный голос нежно коснулся слуха. Теперь ты стал частью Божьего плана, Майкл. У тебя есть цель и ответственность. Ты сам создаешь свою реальность и беспокоиться отныне не о чем. Тебя окружает семья. Майкл понимал, что и фиолетовые права. Он действительно намерен создавать свое будущее без беспокойства. Майкл знал, что его поддерживает семья, и он всегда будет оказываться в нужное время, в нужном месте. Вступил красный. «Ты больше никогда не будешь таким человеком, как прежде, Майкл. Твое намерение изменило тебе навсегда». Опять верно. Майкл никогда не сможет вернуться назад. Он стал другим человеком. Его квартира принадлежала какому-то чужому жалкому типу, а свою старую одежду придется раздать. Майкл изменился. Снова зазвучал прекрасный голос Белого. «Ты совершенная безупречная часть Божьего плана, Майкл. Тебя любят безмерно, и ты обладаешь способностью дарить такую же любовь окружающим. И все же тебе еще только предстоит обрести главный дар». Что это значит? Почему Белый всякий раз задает мне какую-нибудь загадку? Наконец раздался голос Золотого Ангела, такой громкий и мощный, исполненный святости и в то же время такой мягкий. «Ты хотел быть как Ангел, Майкл? Чему ты научился в моем доме? Ты прекрасная частица Бога, носитель высочайших вибраций на планете, ангел в человеческом обличье, один из немногих, кто знает об этом, помазанник Божий». И правда, когда Майкл говорил, что хочет быть как ангел, он просто не осознавал, что он уже ангел. Вдруг они все в один голос донесли до Майкла мысль. «Это и есть дом, Майкл Томас. Ты попал сюда, потому что просил об этом. Это твой родной дом, и здесь ты можешь принести планете пользу. У тебя есть все, о чем ты просил. Ты воин света. Подобно Мэри, ты излучаешь вибрации Бога. Ты сразил чудовище, принял золотого и обрел мудрость веков. Было сказано еще не все, и Майкл понял, о чем пойдет речь дальше. Ангелы снова утратили форму, превратившись в небольшие разноцветные облачка, и слились в единую пульсирующую туманность, искрящуюся словно бриллиант. Искрящиеся и переливающиеся облако являло собой неописуемо прекрасное зрелище. Майкл понял, что ангелы совещаются. Некоторое время спустя они снова заговорили в один голос. Майкл Томас, сегодня мы дадим твоей сущности новое имя. Во время путешествия по нашей стране ты был известен под именем Майкл Томас с чистым намерением. Теперь ты обрел выпускной статус и стал высоковибрационной сущностью, которая не является ни человеком, ни ангелом. Отныне твое имя Майкл Текущий. В этом имени представлены вибрации сейчас. И это одно из самых лестных имен, какие мы только можем дать. Майклу имя показалось несколько смешным, однако он понимал, что ангелы, говоря совершенно серьезно, искренне восхищаются его новыми вибрациями. Прекрасное облако обрело не только блеск, но и форму алмаза и приподнялось над Майклом, озаря его своим светом. Купаясь в этих лучах любви, Майкл снова ощутил ошеломляющее чувство божественного присутствия. Каждая клетка торжествовала, по всему телу развелось ощущение благополучия и благодарность. И вдруг Майкл понял, что пора возвращаться в номер отеля. У ангелов осталось к нему еще одно послание, и когда Майкл уже почти вернулся туда, где все это время сидел в медитативной позе, в ушах его прозвучала их общая энергия. «Майкл текущий, тебя очень любят». Некоторое время Майкл еще сидел на гостиничном стуле, выходя из высокого медитативного состояния. Все, что он пережил в домах духовного обучения, было реально. Все знания истины, все навыки девственны, все знания и силы остались при нем, и в то же время он в оплате находился в комнате одного из отелей Лос-Анджелеса. Майкл задумался над этим явлением, и ему стало любопытно, сколько еще таких людей живет на свете. Майкл очень устал, он едва не уснул в душе, еле добрел до кровати. Обдумывать дальнейшие действия просто не оставалось сил. Было необходимо выспаться, что он и сделал, причем выспаться отмена. На следующее утро Майкл был готов к жизни. Он вышел на балкон и посмотрел вокруг. Он ничем не ограничен и может делать все, что хочет. Куда не пойти, везде есть возможность принести пользу людям. Майкл знал, что обладает большим потенциалом. Ему есть над чем работать и есть чему учиться. Особенно это касается искусства использовать свои новые вибрации, живя среди людей старых вибраций. Он не беспокоился. В его душе была любовь и понимание мудрости веков. Ангел внутри него обо всем позаботится и Майкл в любой ситуации будет знать, что нужно делать. Найти работу оказалось даже проще, чем он думал. Большим компаниям нужны профессиональные и честные агенты по продажам. А по Майклу было видно, что он именно таков. Это проявлялось в каждом его слове и жести. Он купил новую одежду и с самого начала поставил себе высокую планку. И без колебаний миновал табличку «Вакансии нет» в полной уверенности, что его опыт здесь необходим. Не прошло и десяти минут, как он стал сотрудником этой фирмы и вышел из здания, чтобы провести еще один импровизированный ритуал, направленный на создание собственной реальности. Майкл все больше сливался со своей новой сущностью. Тот факт, что он находится дома, постепенно утвердился в сознании. Новая работа сулила стабильный доход, и Майкл отправился на поиски жилища. На утро третьего дня, когда он стоял под душем, к нему неожиданно пришло удивительное сознание. «Что там сказал белый?» А Майкл не понял. «И все же тебе еще только предстоит обрести главный дар». Майкл понял, что это значит, и его глаза наполнились слезами. «Это величайший из даров. Такой дар может быть преподнесен только человеку, и он до сих пор скрывался от Майкла за яркими событиями последних дней. Осознание того, что ему предстоит обрести, открывало глубочайшие перспективы, и Майкл преклонил колени прямо в душевой, произнося слова благодарности за чудесные откровения. Он был просто ошеломлен потенциалом нового дара и внимательно искал в памяти необходимую для его реализации информацию. Сердце билось сильнее, когда Майкл задумывался над тем, что все это означает для него. Здесь мы распрощаемся с Майклом Томасом. У него свой поиск. Благодаря интуитивным дарам и инструментам, Майкл знает, что он не завершен. Карта покажет ему верное направление. Внутренний меч истины будет светить во тьме. Высоко вибрирующее сердце в нужный момент споет ноту радости Фа. Образ, увиденный Майклом в Доме Любви, прочно запечатлелся в каждой клетке его мозга и сердца. Ничто не помешает Майклу текущему отыскать священный дар, ожидающий его где-то посреди человеческого моря. Он широко улыбается, точно зная, что его поиск увенчается успехом. Нужно только начать его. Майкл осознал, что получил в дар второй шанс отыскать единственную любовь всей своей жизни. Ту женщину, с которой у нее заключен настолько мощный контракт, что их влечет друг другу как магнитом, и они просто не могут жить порознь на одной планете. Майкл ищет прекрасную рыжеволосую женщину, с кожей как слоновая кость и глазами как изумруды. Он не знает ее земного имени, но это не имеет значения. Энергия Элони подобна маячку во тьме его души. Мысль о нерожденных детях подогревает его решимость отыскать отыскать этот цветок своей жизни. Воздух просто наэлектризован энергии духовного поиска и любви. Он найдет ее и будет беречь как зеницу ока. В воздухе витает аромат победы. Скоро Майкл отыщет свою единственную розу, чтобы любить ее и восхищаться ею. Он будет наслаждаться ее ароматом всю жизнь, обнимать и восторгаться этой безупречной красотой и природным изяществом. Она ждет, и Майкл найдет ее описательно. Ангелы улыбнулись, твердо зная, что Майкл достигнет своей цели. Ведь Майкл Томас уже по-настоящему дома. Послесловие В этом повествовании о Майкле Томасе есть много скрытых метафор и духовных истин новой эры. Начиная с количества глав и заканчивая номерологическими значениями духовных имен. Повсюду скрыты духовные уроки для тех, кто захочет отыскать их. Цвета тоже обладают определенными энергиями и позволяют читателю догадаться, о ком идет речь намного в большей степени, чем сам текст. Предлагаю ряд вопросов для обсуждения в группе. В чем реальный смысл удивительной карты, дарованной Майклу в первом доме? Как этот образ применим в повседневной жизни? Что означает эпизод о пище, гниющей на дороге? Что такое пища духа и почему она не может существовать вне тарелки, на которой подается? Почему ангелы не спорили с Майклом и не увещевали его, когда видели, что ему грозят неприятности? В чем смысл урока о том, что наша биологическая система представляет собой мы? Действительно ли повышение вибраций является трудным переживанием для человека? Вспомните, когда в жизни вы встречались с подтверждением этого факта? Почему в духовном путешествии Майклу Томасу было необходимо оружие старой энергии? Почему его назвали воином света? Не относится ли это понятие к старой энергии? Что такое оно? Что такое темная сторона? Ян должен кое в чем сознаться. В тексте ни разу не упоминается главной метафизической идеи книги. Она выражается одним словом, которое ни разу не встречается на этих страницах. Можете ли вы догадаться, что это за слово? Закрыв эту книгу, задайте себе вопрос, нахожусь ли я дома, подобно Майклу Томасу. Я от всей души желаю, чтобы каждый из вас отыскал это место. Майкл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok